Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня среда и мы вновь с вами. Ну, прежде всего, с праздником вас! Сегодня, оказывается, вдруг я узнал, что сегодня Всемирный день счастья. Ну, счастье не счастье, а вот у нас действительно, у меня, во всяком случае, действительно есть определенный набор положительных эмоций. И эти эмоции связаны с тем, что у нас вдруг за последние, впервые за последние 13 лет появился спрос на правду. То есть я сейчас, вот последние несколько недель, я занимаюсь своим делом, своей профессией, журналистикой, честной. Не пропагандой, а журналистикой. И сделаю это с удовольствием. Мне было бы счастье, да несчастье как бы помогло, потому что у нас произошло несчастье, некий раздрай или разлад среди наших вождей. Один вождь захотел строить храм, а другой, по-моему, не хочет. Во всяком случае, от него получить внятный комментарий нам не удается. Я имею в виду мэра во втором случае. В первом случае это наш водолазький. Если раньше и прежде, и мы привыкли к этому, все вопросы решались без нас. Нас никто не спрашивал. Нас, а я имею в виду, в данном случае население, город, граждан города, городская дума послушно штамповала любые решения, как прикажут. То сейчас вдруг почему-то обострилось все это, и нас стали спрашивать. И мы, вот мы, люди, как бы соскучившись и изголодавшись по этому своему неотъемлемому праву, неотъемлемое право определять свою собственную судьбу каждого гражданина в демократическом обществе. И мы тут начали решать, а я против, а я за, а мы сейчас вот не дадим и так далее. И, естественно, все это выглядит, с одной стороны, хорошо, демократия торжествует, а с другой стороны, попахивает чем-то не тем. Если помним, сегодняшняя наша программа будет вновь посвящена идее воссоздания Успенской соборной церкви на теперь Петровской площади, которая называется Петровской площадью, на его прежнем месте, где он был еще построен 150 или 160 лет назад. Вот эта тема у нас продолжается из среды в среду. Если помните, мы начинали с того, что здесь был представлен руководство Оргкомитета и Попечительского совета нового храма, представлен новый уже назначенный настоятель, представлен председатель Попечительского совета Виктор Петрович Водолазский, и проходила первая, так сказать, программа под знаком того, что да, мы хотим возродить, восстановить, вернуть на место разрушенную церковь. Второй эфир мы пытались посвятить профессиональному попытке изучить историю и профессионально оценить эту идею. Участником эфира был Владимир Тихонович Фоменко, не только и не столько хороший, я скажу, выдающийся архитектор, но и знаток, любитель истории города нашего, которому это все очень важно, который к этому относится именно совестливо, будем говорить так. Вот, потом, следуя нашей традиции и необходимости быть, ну у нас профессия такая, мы должны дать слово и сторонникам, и противникам, и вот на прошлой программе я обратился к противникам, судя по голосованию, которое мы проводили в первой программе, их было там не меньше чем 370, по-моему, под 400 человек. Приходите, давайте обсудим. Вот как это было. На самом деле, мы до сих пор не видим, не видим противников, их нет. Это нечто, вот знаете, как в фильмах ужасов показывают, или вот в всяких там страшных кино, что вот некая, некая такая сила, некое такое мнение, вот как в свое время говорили, есть мнение, и вот это есть мнение, оно где-то там витает, не материализуясь. Какие аргументы против? Вот здесь вот в записках есть несколько вопросов, несколько аргументов, ну которые вообще-то, ну опять, ну никакие. Я еще раз прошу и обращаюсь. Дорогие противники, ну вы как-то там, ну найдите хоть кого-нибудь, кто пришел бы к нам в следующую среду, и с кем можно было бы поговорить. Потому что мы, наша редакция, уж слава богу 22 года, мы всегда стараемся быть объективными. Вот с таким обращением я обратился, и в течение прошедшей недели с нами связались аж трое граждан города Азова, откликнулись на мой протест. Ну хорошо, что из четырех сотен людей, которые молча, мрачно жали в кнопки телефона во время эфира, нашлись хотя бы трое, которые изъявили желание. Один из них сегодня, накануне программы за 15 минут до ее начала, вдруг оказался больным. Ну это известный наш, я бы его назвал даже, человек из телевизора, Сергей Феофанович Чумаченко. Он готов был как бы участвовать в программе, но вдруг почему-то приболел. Вот, ну мы ему желаем здоровья и счастья, в сегодняшний день счастья. А вот двое других граждан города, с которыми мы сейчас с вами и познакомимся, у нас здесь в студии, и я с радостью их приветствую. Давайте, мужики, поговорим. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Рядом со мной Виктор Константинович Бинаев, и больше ничего не знаю. Сегодня впервые познакомились. Дальше Валерий Яковлевич Чуприн, уже хорошо известный у нас в городе ветеран и работник оптико-механического завода, один из лидеров нашей коммунистической партии, нашего города. Валерий Яковлевич, вас партия направила или вы сами пришли? Валерий Яковлевич, уважаемые завчане, я в предыдущей передаче обратился письменно с своим возражением насчет строительства храма. На очередном партийном горкоме, который состоялся в прошлую пятницу, мы обсудили эту тему. И большинство партийцев поддержало меня, но в том числе выразили еще некоторые дополнения против строительства этого храма. В чем заключается эти вопросования? Валерий Яковлевич, пока мы только давайте ответим на вопрос. Вы не сами, а от партии. В данном случае я от партийной организации города. То есть у вас состоялось обсуждение, и вы это. А вы пенсионер, простой гражданин города. Расскажите немного, в двух словах о себе, давайте познакомимся. Давайте познакомимся. 40 лет назад, после окончания института, жену направили сюда, вы знаете, на отработку. Ну, квартиру получил. На ОМЗ, наверное, да? На ОМЗ, я работал там, на импульс завод в городе Пятигорске. Естественно, сюда попал. И вот здесь остался 40 лет. Проработал 23 года. У вас семья здесь? Семья, внуки, дети. Здесь. Все здесь в городе Азон. А папа, мама, дедушка? Мама, папа, дедушка в городе Пятигорске уже нет в живых. Там они похоронены? Похоронены. На могилку ездите? Естественно. А что вы ездите? А зачем? Ну как? Зачем? Это наша память. Мать там, отец его. Ну как это? Вот, Надя. А мне тут говорят, ну и что, что память? Ну, я не знаю, кто вам говорит. Я член Попечительского совета этого храма и буду выступать сегодня в двух лицах. И как сторонник строительства, поскольку я член Попечительского совета, и как журналист. Поэтому вот я так вопросы ставлю. А мой дед этот храм не только создавал, строил его, но и крестился там в этом храме. И лежит он здесь на кладбище на нашем, дед мой. И отец мой здесь на нашем кладбище. Я тут хожу. А отец, я так думаю, я не знаю подробностей. Но отец, скорее всего, поскольку был коммунистом, скорее всего, участвовал в его разрушении, наверное. А может и нет, не знаю. Ну понятно. Поэтому мы как бы, вот я не просто так этот вопрос сформулировал. Ездите к родителям? Ездите. Ездим. Но здесь в Азове таких глубоких корней, как, например, у меня и у, наверное, хотя бы там четверти азовчан. Нас, к сожалению, коренных здесь уже мало. Бурное развитие города в 60-х годах разбавило население города Азова людьми, у которых корни, как видите, разбросаны в других местах. Вот отсюда и позиция может формироваться. Но мы не об этом сегодня говорим. Итак, это вот тема, которая одна из тех раскольных тем, на которой можно так расколоться, коренной, некоренной, белый, черный, сектант христианин и так далее, и так далее. Вот мне сегодня буквально перед эфиром сказали, да ты знаешь, что все это мутят сектанты. Потому что мы так и не нашли. Кто же это все делает? Валерий Яковлевич, позиция коммунистической партии в этом вопросе. Вот давайте теперь ее и озвучим. То есть мне, нам важно было, чтобы появились противники и что-нибудь сказали. Мы не против православия, но все должно быть в разумных рамках. Если у нас в городе Азове за время реформ построено 4, как говорят, я сказал в своем обращении, 3-4 церкви и несколько часов. Ну, полагаю, что для истинно верующих это вполне достаточно, понимаете? Достаточно, чтобы соблюдать обряды, истинно верующие. Но любители верующих, ну, они же до обряды не соблюдают. Это просто, говорится, какие-то ритуалы. И все. Но они-то не соблюдают то учение Христово. И я человек, ну, скажем так, неверующий. И в церковь хожу раз, три раза в год. И мы, как говорится, нынешние коммунисты, мы за все то, что хорошее создано человечеством, за и в том числе все хорошее в христианстве. Но мы, конечно, возражаем, чтобы в центре города строили этот храм, когда уже архитектурный облик города сформировался в течение 50 лет. И об этом подтверждает бывший председатель райисполкома Иванов, райисполкома. Дальше. Фоменко у вас был, конечно, вы били беседу. И он не выразил такого желания открытого, чтобы строить на этом месте храм. Потому что, ну, не согласуется он с архитектурным обликом. Это уже специалисты подтвердили. Я хочу это подчеркивать. Ну, далее. Учитывая очень неблагоприятное социально-экономическое положение в городе Азове, убита промышленность. Мы потеряли за время реформ порядка 18 тысяч рабочих мест, которые люди занимались соседательным трудом. Вот Виктор Константинович работал в тот период мастером и знает, как работал завод, как работала промышленность. Мы, это не говорит о том, что АУМЗ работал только на оборону, но мы выпускали очень много приборов. Это вы прекрасно знаете, которые шли не только на внутренний рынок, нашу страну, где шло за рубеж, вы знаете прекрасно, вы работали регулировщиками и во Францию, и в Англию, понимаете. То есть, продукция тогда была конкурентоспособная. Люди, которые работали на заводах, получали в тот период, может, достойную заработную плату и социальными гарантиями, что он мог определенное количество времени поработать, получить картины. Валерий Игорьевич, у нас программа посвящена развалу промышленности и оборонного комплекса. Нет, но дело в том, что строить граммы, а развалить промышленность и науку, и получить имеется платное здравоохранение и обучение, понимаете. Это противоречит православным канонам, вы понимаете. Православным канонам. То есть, кое-кто обогатился на разрушении, приватизации заводов, а кто-то превратился, говорится, без ничего остался. Даже с нищенской пенсии, которую по большинству получают люди. То есть, предложение отнять и поделить. Да ни в коем случае. Ну, кое-кто обогатился, ну как, что с ними делать? Ну, как, так надо же конкретно посмотреть, кто обогатился. Ну, у нас, например, к примеру, я вам скажу. Вот у нас есть такой, значит, факт, что митрополит Кирилл, это вы прекрасно знаете, освещено СМИ, имеет 4 миллиарда состояния. 4 миллиарда состояния. Это говорит о чем-то. Ну, я эту цифру вообще-то впервые слышу, но знаю, что митрополит у нас немецкий. И за счет чего, конечно, тут кто-то вы скажете опять, что я там под кого-то копаю. Ну, собственно говоря, почитайте по интернету, посмотрите. Валерий Ильич, вот вы знаете, как мне говорят, у нас страна страшно поражена коррупцией. Но когда я потыкаюсь к нашим властям здесь, в Азове, а у нас как с коррупцией? А у нас коррупции нет. Ну, как это? Вот в Азове нет коррупции. Как же нет коррупции? Такого быть не может. Быть такого не может, понимаете? Ну, например, помощник мэра Лещи. Ну, вы знаете прекрасно. Ну, это что? Ну, это правая рука мэра. Ну, я же вам передаю, это не я. Это не я говорю. Это не я говорю, и не мое мнение, что в Азове нет коррупции. Кузнецов, экс-прокурор, сказал, что это правая рука мэра. — Понятно. Ну что ж, хорошо. Ваша аргументация, что, в общем, понятно. — Что лучшее на работе на человечество. — Это первое. За 50 лет прошедших сложился некий облик города архитектурный, действительно какой-то он пересложился. — И второе, что хватит, храмов достаточно, 4 штуки. Это я правильно формулирую. Я пытаюсь формулировать аргументы. — Достаточно, хватит им, верующим, 4 храмов. И третий аргумент, что не храмы надо строить, а заводы. — Восстанавливать промышленность. — Ракеты, бомбы, и посылать их во Францию, куда еще там... — Да нет, не надо так искажать. — Своим ходом. — Алексей, не надо все так искажать, как вы пытаетесь это сделать. Ну, не надо. — Ну, восстанавливать промышленность. — Не, ну как? А у нас что, оборона хорошая? Или как? — Ну, узнаете специалистов, какая у нас оборона. — Представляю, примерно. — О чем можно говорить? Какая у нас техника? Пропаганда есть. — Итак, мы сформулировали с вами хотя бы три каких-то основных. — Еще могу сказать. — Давайте о втором блоке, поскольку у нас тут Виктор Константинович засиделся. — Да, все, жду я. — Ваша очередь. Ну-ка, правду, Марк. — Спасибо. Вот вы в начале беседы задали вопрос, где мои родственники охоронены. Я сказал в городе Пятигорске. Ты туда ездишь? Езжу. А зачем? Я крещеный. И вы, наверное, крещеные. И это дань памяти. Это дань уважения ушедшим от нас. — Вы продолжите сейчас разговор о том, что вот какие аргументы у тебя против, какие за строительство храма. Вы настаиваете вместе с Водоладским построить храм. Огромный храм. — Да нет, не огромный. Ну, во всяком случае, большой. — 25 на 25. Вот. Во всяком случае, большой. Это храм. — Ну, ладно. — С колоколами, там, с этими. — Воссоздать, не построить, а вернуть. — Воссоздать. Согласен. — Как раз, исходя из вашего первого тезиса, дань уважения к предкам, мы говорим не построить, а воссоздать, вернуть. — С чего? С чего это, Алексей Михайлович? — Воссоздать на тех фундаментах, которые там есть от разрушенного некогда. — А кроме фундамента, вы представляете, сколько нужно туда? — Поэтому давайте продолжим. — Давайте, пожалуйста. — Я представляю, сколько нужно. Я представляю. И вы, наверное, да. — Возможно. Представляете, я просто беру написанное Анатолием Тимофеевичем Ивановым. — Ивановым. — Тот, который 25. Вы наверняка считали несколько раз. — Я пробежал. Нет, я пробежал. — Я выучил, подписал. — Достаточно очевидно все. — Очевидно все. Он говорит, как знающий человек, все это удовольствие будет стоить 100 миллионов рублей. Наверное, он откуда-то эти цифры взял. — Ну, возможно. Я не знаю. Я не вникал. — Ну вот я подчеркнул. Сейчас прочитайте. — Мне неинтересно. Совсем вот. Нет, совсем никакого интереса, сколько это будет стоить. — А почему? А кто? Город будет строить? — У меня интерес один только. У меня только один интерес. Чтобы ни одной копейки из народных бюджетных денег туда не ушло. А вот там есть попереческий советовый комитет, который будет собирать пожертвования. И там настроены вполне оптимистично. Ну, во-первых, там не столько это будет стоить. Во-вторых, средства будут привлечены извне. Извне. Поэтому тут мы сразу, вот когда мы рассуждаем, когда мы ведем эту тему, еще вот 10 раз я повторял и видно плохо. Не будут использоваться бюджетные деньги. Вопреки как раз тому, как они используются сейчас на другие нужды. Вот скажите, за последние, там скажем, 12-15 лет вы принимали участие в решении хоть какого-нибудь вопроса, на что потратить деньги города? Наши общие деньги. Вас спрашивали? Не спрашивали, но каждый занимается своим делом. Я работал механиком, я отвечал за выпуск лекарства, за работу машины. Тот же, там, руководство, мэрия за свое дело отвечали. Понимаете? Все я буду спрашивать. Этот аргумент мы тоже фиксируем. То есть, сколько это стоит, почему так дорого? Дорого, то есть, где деньги взять и так далее. Фиксируем еще раз. Вот, Алексей Михайлович, я вам... Ну, это Анатолий Тимофеевич. Ну, человек уважаемый, вы согласны? Его позиция понятна. Он создавал, он участник реализации, один из лидеров реализации этой концепции города, открытого к реке. Эта концепция имеет право на существование, она заслуживает уважения, потому что получилось действительно неплохо. Никто не говорит, что это вот совсем безобразно. Правда, решалось это, опять же, волонтаристскими методами. Потому что, я так думаю, были сторонники и того, что там было до того. Весь центр города был огорожен забором. За вот вторым средним торговым центром торчала труба... Я еще не застал, это вы застали. Это вы уже не застали, скорее всего. Еще верно. Черная труба котельной, там стоял забор, и там работали люди. И когда это все начали ломать, переносить, реконструировать, то наверняка кто-то говорил, людям нужны рабочие места. Кто там ломает? Почему разрушать все такое? Сталина верните на место. Почему вы за Сталина не требуете? Сейчас нужно вернуть его на место. Он там стоял. Вы не помните? Нет. При мне Ленин стоял и стоит сейчас. Вернуть на место Сталина немедленно. Ну это мы уже ушли от темы, понимаете? Мы уходим. Так вот я же об этом. Поэтому давайте дальше. Один аргумент мы зафиксируем. Дальше. Вы говорите, восстановим храм этот. Восстановим. Хорошо. Пускай только не сто миллионов уйдут, меньше. Но это уйдут деньги. Не важно. Деньги. Не важно, чьи. Мое мнение, если вам интересно, мое мнение и мнение моих сотоварищей, коллег там по работе, что ведь от размера сделанного храма не будет уважения большого нашим предкам. Чем больше храм, тем больше уважения. Понимаете? Почему нельзя? Я категорически не против, что надо, значит давайте построим. Но не в таких размерах. Давайте сделаем часовенку аналогично этому храму и поставим где этот камень. И напишем благодарным. Вот запишите мое мнение. Размеры. Размеры. Цена. Цена. Цена, размеры. Так, далее. Дальше. Вы все время с господином Водоладский говорите, вот там лежат кости наших меценатов. Действительно там лежат. Причем прямо вот под дорожкой, по которой все ходим. Ну, мы восстановим этот храм, напишем письма на плитах там на все. А людей, то есть мы их не обидели. Не будем обижать вот этих далеких, которые ушли. А как же быть вот теми, которые Иванов и Ижи с ним много людей, которые живут сейчас на пенсии, работают. Это мы разве их не обидим? И вот на этом самом замечательном месте. Вот действительно. А как же быть? А как быть? Вот мы сталкиваемся сейчас с проблемной ситуацией. Когда старая концепция была, был гениальный какой-то архитектор, который придумал вот ту комплексную застройку города, которая была реализована в 19 веке. Прекрасно реализована. Вы вспомните, в Азове нет ни одного достойного здания, кроме вот тех, которые были построены еще 150 лет назад. Согласны? Согласны. Ну, согласен. Нет ничего. Коробки. Была архитектура другая. Коробки большевики строят. Вот Валерий Ильич смотрит на меня. Коробки. Все равно. Так они и останутся коробками. Нет ничего пристойного. И это все реализовывал некий гениальный архитектор. И всем, и людям это нравилось. Это была концепция, это было достойное уважение и почитание, так сказать, работы, творения. Пришли другие в 70-х, 60-х, 70-х, разработали другую концепцию, реализовали ее как-то. На мой взгляд, не совсем, но концепция тоже интересная. Почему мы сейчас говорим, что эта концепция 50-летней давности достойна, она сложившаяся, а та была не сложившаяся. Вот сложившийся облик города, это фигурирует такая фраза. А какой облик города считать сложившимся? Так вот именно. Или тот? Откуда вы знаете, когда тогда было? С трубами этими черными? Вот поэтому. Или сейчас когда? Поэтому, господа, вы архитектор. Нет, я не архитектор. Тогда я смотрю на это все. Вы архитектор? Нет, я ссылаюсь на специалистов. И я не архитектор. И Иванов не архитектор. И Фоменко ссылаюсь на профессионалов. Фоменко, в общем-то, сторонник воссоздания. Только единственная с оговоркой, что ее бы сместить. Ну, кстати, тоже интересный вариант, но речь идет о воссоздании. Ладно, пусть это, вот давайте отдадим эти вещи все же специалистам, профессионалам. Ну, ради бога, господа, вот мне, а мне нравится, вот позиция дворника, которая говорит, а мне нравится, что здесь вот лежит куча мусора. Вот ему нравится, и пусть она лежит. Ну, вот не надо нам лезть именно в те сферы, где должно обязательно учитываться и быть очень важным, решающим мнение профессионалов. Поэтому мое предложение такое, нужно вынести это, первое, а, на обсуждение профессионалов, а потом граждан города. Ну, давайте у нас что, телефонный звонок? Сейчас, разрешите я это, так, встряну, так сказать. Ну, дело в том, что, а почему вы тогда нас спрашиваете, рядовых, строить или не строить, а сами себя противоречите, говорите, нужны профессионалы, чтобы решить. Правильно, потому что мы сейчас с вами, у нас есть звонок или нет? Сейчас давайте послушаем звонок, что еще нам люди скажут. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слышим. Почему вы ломаете такую красивую площадь? С вашей легкой руки сломан кинотеатр Родина. 17 лет стоят развалены. Почему там ничего не строится? На развалинах, с вашей руки. С какой руки? Все вы его арендовали. Село показывали, забыли? Да. В 91-м году. Да, помню, я вам напомню эту историю. Мне надо напоминать. Вот, а вы. А мне надо напоминать. Вообще, красивая. И мы ее сейчас изуродуем. Вы говорите, денег не будет. А деньги затрачены были на красоту эту. На которую? Своего денег было затрачено. А теперь давайте все уничтожим. Хорошо. Так, есть ваше мнение, да? Да. Я против. Хорошо. Хотите, вот, развалены и строите там храм. Замечательно. Вот вы знаете, я хочу сразу предложить. Во-первых, по поводу кинотеатра Родина. Время от времени возникли. Вы были там. Так вот, я предусмотрительно еще в 92-м году, когда у нас в городе не было вообще денег, и никто не знал, что с этим делом все делать, все разрушалось. Нам предложили киносеть города Азова. Всю, их было три кинотеатра. И кинотеатр «Октябрь», и «Родина», и так далее. И мы ее взяли. И полтора года, за полтора года, мы ее сохранили, эту киносеть. Все три объекта. Вот. И я, предвидя вот таких вот товарищей, друзей, которым лишь бы, извините, покритиковать, хотел сказать грубее. Вот, предвидя. Делал фотографии в начале, когда мы ее брали, и в конце, когда ее у нас отняли, киносеть. Потому что мы ее сохранили, восстановили, что могли. Она была жива, потому что у города не было тогда денег. В тот период «Пульс» был самым крупным налогоплательщиком в городе Азове. То есть, больше всех налогов получал город от «Пульса». Представьте себе. Оптикомеханический лежал. И все остальные заводы. Вот. И мы тогда эту киносеть спасли. И когда уже немножко оперились наши, извините, более бодрые, активные активисты, у нас ее забрали, эту киносеть. И передали тогда уже, я точно даже не знаю кому. И дальше понеслось. Кто сносил родину, не знаю. И так далее, и так далее. Но это некая другая тема. Это, так сказать, отступление. Обо всем ином мы поговорим с нашими гостями. Итак, господа или товарищи. Как вам удобнее? Житель города Азова. Житель. Господа жители Азова. Вот так. Значит, мы что-то здесь приходим с вами к тому, что возражение, наш комплекс возражений сформирован как-то. То есть, а, не стоит портить сложившийся облик. Так точно. Б, где деньги? Так точно. А вот, и хватит храмов. И так много. На 82 тысячи, ну хватит, ребята. В общем, все. В общем, все. Хорошо, давайте теперь... Четвертый вопрос перебью. Извините. Вы не ответили. Вы переживаете за наших потомков. Потомков. Которые нужно... Хочешь, не хочешь, нужно вспомнить. Очень сильно не беспокоились. Надо вспомнить. О предках. О предках. А что мы с этими людьми делали, делаем? Анатолий Тимофеевич Иванов. Все, кто строили там своим трудом, своим желанием, своим... Так мы еще ничего не делаем. Мы обсуждаем как раз. Обсуждаем. Вот я же о чем и говорю. Что хорошо бы нам послушать еще профессионалов, которые скажут. Это испортит этот облик и концепцию открытого к Дону проспекта. Или не испортит профессионалы, архитекторы. Вот Фоменко предложил, если помните, объявить открытый конкурс на проектирование этой площади. А почему бы нет? А меня, например, мне нравится вот этот вот сквозной проход к Дону. Но когда я, извините, натыкаюсь на каменного истукана, который там стоит, я имею в виду памятник Ленину, я вот обхожу, потому что мне дурно пахнет. И не потому, что я был ярый антикоммунист всегда. А вот, а потому что вот неуместен он, я считаю, что он не имеет никакого отношения к сложившемуся облику города и к сложившейся ситуации. Но тем не менее, стоит и стоит уже, что ж теперь, раз поставили. А если мы еще и вернем все, что было, память. Храм тоже памятник. Можно встрять по этому вопросу. Алексей Михайлович, значит, это памятник Ленину, это федерального значения. И он, имеется в виду, числится как федеральный памятник. Понимаете? А почему же тогда его так осквернили на последнем дне города? Считами закрыли. Да, считами закрыли. Это осквернение. А кто имеет право это закрывать? Вы понимаете? Ну так почему вы допускаете? Да, да. Почему допускаете? Памятник федерального значения был осквернен. Ну, значит, что? У нас, в основном, нехорошие люди есть в городе Азове, которые этого делают. Потому что это человек, это руководитель первого социалистического государства. И многие заключения видных людей мировых, это гений. Так, минутачку. Подождите. Губернатор Шаманов, я же точно запомнил, когда он был губернатором Ульяновской области, его спросили, который был губернатором, кто такой Ленин. Он говорит, это гений. Он больше ничего не сказал. Это губернатор, который подчинялся к рюмям. Давайте про памятник. Еще в двух словах. Сколько членов Коммунистической партии, которые готовы защищать памятник Ленину, у нас в городе? Человек 50-100 есть? Ну, вы понимаете, неуместно. Вот если мы сейчас... Ну, сейчас как? Вот если мы сейчас... Если сейчас ринутся, будет свалка. Да. Будет свалка, вы понимаете? Тут же сразу... Да, правильно. Схватят за руку. Экстремисты появились. А экстремисты что? Правильно. Три года, четыре, пять лет. На тебе в тюрьму. Правильно. То есть что будет? Опять раскол. Раскол, да. А кто такое казачество? Существует, как имеется... Который я плачу налоги свою. За чего? За чего? Кто у нас в городе власть? Казачество? Ну, так вот. Там есть зам мэра по казачеству. Есть зам мэра по казачеству. Не знаю такого. Есть такой. Ну, я не знаю фамилию. Ну, это даже неподвескенный. Валерий Иванович, минуточку, давайте. Очень удачную тему зацепили. Да, да. Вот как, по-вашему, защитников памятника Ленину будет меньшинство в городе? Большая часть будет равнодушной и значительная часть будет против. Да, вся страна равнодушная. Вы что? Где мы живем? Вот как бы так. Вороводная воровская страна. Теперь смотрим на храм. Мы видим похожую ситуацию. Большая часть, 80% людей равнодушны. Активных, тех, кому это надо, небольшая группа. И также небольшая группа, может быть, окажется чуть большей. Вот вам то, к чему сейчас нас пытаются подталкивать. Кто пытается? Непонятно. Пока мы... Это тема вот следующего нашего разговора. Чуть-чуть, несколько минут спустя мы поговорим. Кто-то толкает на то, чтобы мы сейчас стравили людей в городе. Чтобы люди раскололись на храме, потом на памятнике, потом еще на чем-то. И чтобы это было... Ну, если нас спрашивают, демократия возрождается, то дай-то бог, если бы это была демократия. Но это вопрос решения меньшинств для того, и он никак не может решаться на референдуме. Потому что демократия создана именно отсюда, оттуда, что учет мнения меньшинства, для его учета, для здравомыслящего учета, существуют демократические институты. Типа там Думы там и так далее, и так далее. Как они у нас формируются, мы знаем. К сожалению, у нас и здесь все через... наоборот сделано. Вот ситуация, которую можно и нужно и должно решать нормальными демократическими механизмами. Сейчас я хочу вот показать гражданам города. Вот это вот бумага. Ну, кто-то, кто видел, тот узнал. Это некое обращение к мэру и депутатам. Просим вас учесть наше мнение при рассмотрении вопроса о строительстве церкви на Петровской площади. За последнее десятилетие там и так далее. Другой такой площади нет. Мы возражаем против создания храма. Вы знаете, извините, пожалуйста, забыл выключить телефон. Вот. Вы знаете, мы попытались... Мы же искали сегодня участников нашей программы и попытались найти... Ага, значит, кто-то занимается вот этим вот распространением. Вот сегодня была совершенно замечательная эпопея. Это или мафия, или секта, или некие потусторонние силы. Точно храм надо строить, чтобы их разогнать. Потому что они... Их нет. Они вроде как бумаги есть, подписи ходят, собирают. А их нигде не найти. Вот на оптикомеханическом заводе собирали вот подписи вот под этими бумажками. Мы спрашиваем, кто? Нам отвечают. Валерий Игоревич, кто собирал под такими бумажками? На заводе собирали подписи. Я вот эту шапку не видел. Которую вы зачитали. В цехах и в отделах. Я спросил профсоюзные активисты, а что вы мне не дали? Ну, Валерий Игоревич, мы знаете, мы уже собрали. Мы передали в правку. То есть это были профсоюзные активисты? Активисты собирали по цехам и по отделам. В том числе это собирали и в отделах, и в цехах. И передали были в правку. Потом я спрашивал, ну, дайте хоть я почитаю, что там у вас, с каким наименованием люди подписывали, чтобы они хоть знали, дайте. Ну, я так и до сих пор, я у вас только увижу это впервые. А по нашим данным списки передали в администрацию. В администрации, там, по неофициальным данным, якобы на ОМЗ, потому что я же озвучил это в своем обращении к Водолазскому, порядка 400 человек подписало. И активисты еще жаловались, что да, но не всех желают, вот всего посчитали 400 человек. Ну вот, а мы сегодня... Ну, на заводе примерно работает, ну, сколько, 800-900 человек сейчас нужно. Вот половина и подписала. Мы сегодня попытались понять, ну, хорошо, вот людей настойчиво просят, будем говорить так, не заставляют. Эти люди, преподаватели, учителя школ, работники детсадов, ну, медицинские работники, бюджетники, настойчиво просят, настойчиво предлагают подписать эту бумагу. Я спрашиваю, кто? Люди говорят, профсоюзы. Мы спрашиваем у профсоюза, вы? Нет, мы тут ни при чем. Нам открестились абсолютно все профсоюзные лидеры города. Нет, это не мы. Мы ищем дальше, кто? Мы не нашли. Это вот, вот это нечто возникло ниоткуда. И уходит никуда. Интересно, что же за мафия такая у нас в городе? Кто, кто пытается управлять этими процессами? Кто внедряет эти черные технологии, манипулируя людьми? Манипулирует людьми. Некоторых принуждают, я уверен, что принуждают. Убежден, что есть, раз это идет от начальства. И только на низовом уровне проскальзывает. Ну, это нас профсоюзный активист нам велел, принес, мы подписали. Нас убедили или, ну, в общем, убедили, будем говорить. Товарищи, ну, вот место, вот рядом со мной место. Приходите, профсоюзы вы или администрация, или кто вы, кто вы, кто против? Неужели вы действительно так боитесь, Господа Бога, что вот есть двое из четырех сотен звонишек на прошлой программе, которые не побоялись. А вы боитесь кары Господней? Потому что применяете черные технологии, вы колите общество, раскалываете. И так далее. Давайте уйдем на рекламу, потому что что-то мы разогрелись. Спасибо. Суперакция от компании КПИ. Только в марте окна на 77% теплее и на 1000 рублей дешевле. Компания КПИ. Только качественные окна. Оперативное сообщение для тех, кто за рулем. Шины и диски мировых производителей. Широкий выбор аккумуляторов по доступным ценам. А также профессиональный шиномонтаж и балансировка для вашего автомобиля. Ждем вас по адресу. Переулок Калантаевский, 82. Телефон 529-29. Азов, привет, низкий поклон. Вы не ошиблись, как и раньше, с вами Элон. Также Дима с гитарой, Дима с гитарой, Дима с ударными. Максим на клавишах, и это первый шаг. Но сразу на сцену ГДК, с сольной программой. Только живая музыка, артисты, подав на профи своего дела. Отлично владеем инструментом и сорвем бурю аплодисментов. Увидимся в уикенд 30 марта. Городской дворец культуры и всем вечера старт. Всем, кто еще не стар, от монитора устал. Наш акустический рэпчик раскачает целый зал. Хе-хе. Тесновато. Даешь свободу мегабитам. Подключайся к умному и быстрому интернету по оптике. Теперь 24 мегабита в секунду. Всего за 500 рублей в месяц. Пульс. Безлимитный интернет. Жми на полную. Пятого апреля в 19.00. Впервые в Азове легенда российской эстрады Лариса Долина. Плавней всего. С новой программой и давно полюбившимися золотыми хитами. Хочу все и сразу. С 12 по 31 марта в поиске. Кредитная программа 0024. Холодильник от Пойнт Арестон высотой 185 сантиметров и объемом 318 литров за 575 рублей в месяц. Поиск. Мы всегда с вами. Это любимый дедушкин диван. На кресле спит музыка. Комоди бабушка хранит свои секреты. Это спальня мамы и папы. Это детская мебель младшей сестры. А это обидный стол, за которым мы все собираемся. Магазины мебель для вас на Майковского и Ленина. Лучшие экземпляры, корпусные и мягкой мебели для всей семьи. Подарки каждому покупателю. Не для меня придет весна. Не для меня дун разольется. Задонье – остров, будущее которой поверил Петр I. В пятницу, 22 марта, смотрите фильм «Ковчег Петра» в 19.45 на 5-м телеканале «Пульс». Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу. Мы здесь пока вы смотрели рекламу, а мы тут спорили. Я думаю, у нас сегодня живой эфир, и слава Богу. Давайте звонок примем еще один. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я житель города Азова. Также пенсионер работал на УМЗ. Моя точка зрения – нужно восстанавливать храм. И поэтому точек зрения много. Это наша история. Как мы можем относиться к истории? Я призываю жителей Азова помочь в восстановлении храма. Нужно уважать свою историю. Что это разговор такой? Вы азовчанин? Конечно. Коренной? Нет. Нет. Вот видите как. А я тут уже начинаю такую линию проводить, что люди... У кого там кто где похоронен? Конечно. Похоронены там люди. Как это так все относится к нашим прошлым вот так? Ну вот хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к идее проведения референдума? Ну, мне кажется, нужно провести референдум, конечно. Ну, большинство будет против, я думаю так. Я думаю так же. Потому что верующих... Потому что это вопрос, который нельзя, строго запрещено решать именно вот референдумскими способами референдума. Очень много богоборцев, так они остались богоборцами. Понимаете как? Это не только сектанты, но еще и бывшие большевики. Что вот это нельзя, здесь не так нельзя, вот это нельзя. Любой путь найти, любое слово найти, лишь бы только не делать. Понимаете? Не восстанавливать. Свою историю. Забыли свою историю. Своих отцов, дедов забыли. Ну вот так, вот так. Понимаете как? И при этом они сейчас прячутся и от нас, и от людей, и от Господа тоже похоронен. Ну вот я высказал, я кроме как своей точки зрения больше ничем помочь не могу, моя точка зрения. Спасибо. Ну разве так можно? Я просто не понимаю. Спасибо. Жилые люди, они, ну кому-то не нужна церковь, кому-то нужна. Разве так можно рассуждать вообще? Правильно, правильно. Так, извините, спасибо. Так рассуждать нельзя. Нельзя решать вопрос подневольной, голосованием подневольной массы, нельзя решать вопросы голосованием равнодушной массы, нельзя решать вопросы вообще какими-то референдумами. Вот такой вопрос нельзя решать. Потому что этот вопрос касается меньшинства. Демократические институты обязаны защищать меньшинство. Именно поэтому мы и живы. Если бы этого не было, то давно уже толпа ела бы нас по одному. Давайте сегодня этого съедим. Вот Василия Яковлевича, давайте сегодня съедим. Вкусный он, наверное. Хоть и староватый. Староватый. А завтра Настю, вот нашего редактора, она молодая и вкусная, наверное. Потому что она требует мне опять звонок принимать. И так бы это и было. И так бы мы и были, и ели бы друг друга потихоньку. Потому что большинство всегда было бы за. Что лишь бы не меня. Увы, к сожалению, вот для этого отвыкли мы. Отвыкли мы решать вопросы демократические. Небольшой период, когда была демократия. Когда честно голосовали. Когда нам депутатов выбирали мы, а не нам их назначали, как сейчас. Наших, сами знаете, какие. И в Азове тоже выборы. Азов уж прославился, дальше некуда. Поэтому речь идет о том, что здесь. Здесь, ну как здесь, ну как здесь, ну трудно. Вот хотел сказать сейчас, городская дума должна подумать. Да не будет думать городская дума, потому что всеркнулись мнения двух больших начальников. Они сейчас их, они как хомячки, их сейчас хоть разорвись. Один говорит, надо, а другой говорит, не надо. А им нужно слушаться и того, и другого. И пока они были заединщики, так еще слава богу. А сейчас хоть разорвись. Потому что они не депутаты у нас. И дума наша городская, к сожалению, безвольная неким механизмом. Что вы скажете, господа? По поводу референдума и как решить? Лично мое мнение, мы собрались здесь, чтобы услышать мнение всех присутствующих. Я, мы уже говорили сегодня с товарищем, что референдум нужен. Сделать в ДК. Не писать нам это. Вы высупите ли кто. Нет, ну есть порядок проведения. Порядок проведения есть. И поставить два ящика. Это те же выборы. Вот проходишь, белое суда, зеленое суда. И посчитать, чтобы не писать эту волокиту. Каждый сейчас могли принести вам суда в пульс. Вот вы знаете, что в этом варианте, к сожалению, противники проиграют. Вот то, как вы говорите, референдум, это опрос. Это не референдум. Референдум проводится как выборы. Ну выборы это долгая песня. Это все. Вот кинул листок и пошел дальше. Опрос это опрос. Он не имеет закон. Я поэтому и говорю. Это надо, если так, то приобщить к каким-то выборам. А то те, кто требует референдума, те понимают, что во-первых, а это дорого. Но они идут на эти. Они готовы потратить наши деньги народные. Деньги, которые соизмеримы со стоимостью храма. Только на то, чтобы победить, доказать свою правоту. Я вот не хотел храма, и нет его. И все. А сколько там крови, жертв, сколько людей похерено. Похерена память, извините, наших предков. Это ему уже без разницы. Ваше отношение, Валерий Яковлевич, к референдуму и к... Ваше мнение, как надо решать этот вопрос? Ну, если все правильно, по правилам, то нужно... Если такой общественный резонанс в городе Азове, по строительству храма, это надо изучить еще дополнительно. То надо вынести на очередных выборах и провести голосование по этому вопросу. Кто за... Получится автоматически, потому что следующие выборы будут выборы городской думы и мэра. И тут, собственно, позиция... Если мэр обозначит свою позицию, за храм он или против, вот и выборы. Вот вам референдум. Ну, а какие другие механизмы? Ну, какие другие... Нельзя решать власть. Вот скажите в нашем положении. Вот они подписались, вот я говорю, вот я работаю на ОМЗ. И тишина, и молчит. Вот она подписалась, сдала списки, 400 списков. А потом ей другой начальник пригрозил, она уже молчит. То есть, Надежда Викторовна... Да понятно, понятно. Ну, как это делается, понятно, потому что... Потому что там, там, у меня, они, большинство запуганы. Понимаете? И сюда не идут. Вот пришли, пришли бы, что-нибудь сказали. Коммунисты только не спели. Не только по общественно значенным проблемам, да по всем они запуганы большинством. Валерий, вот скажите, как вы считаете, можно ли решать референдум? Ну, например, такой вопрос. Вот там нам под каждые выборы обещают новый МОЗ построить через Азовку. Да это 5 лет уже обещалки. Ну, под каждые выборы мы строим МОЗ, а потом как-то забываем. И сейчас опять вроде тема пошла. Выборы видно скоро. Я уже так, как только начинают говорить о МОЗе. Представьте себе, если мы сейчас поставим на референдум вопрос перед Азовчанами. Мы, давайте строить новый МОЗ, или каждому дадим по 1000 рублей. Что получится? МОЗа не получится. Нет. Не получится. И так по любому вопросу мы знаем точно, что есть вопросы, которые нельзя решать референдумом. Нельзя просто. Ну, хорошо, дальше. Мы как бы с вами приходим. Так что же делать? Вот есть мысли, которые многие предлагают. Давайте все же обсудим это с профессионалами, с архитекторами, с историками. Ну, вы же уже беседовали с Фоменко. Фоменко это один только. А где их набрать? Собрать из Ростова? Из Ростова, из других городов. Фоменко ездит у нас. В Ростове памятники восстанавливает, церкви строит. А в Краснодаре памятники Екатерине ставил. И тогда он очень интересный архитектор. У него там есть еще люди, которые понимают. Ну, наверное, не один архитектор у нас в стране. Хорошо, Алексей Михайлович. Вот они решат, что будет портить вид города. Решили вот эти. Решат. Ассы решат. Дальше что? Ваше мнение? Что делать? А дальше городская дума должна рассмотреть этот вопрос. А дальше я считаю, что нам надо добиться распуска нашей городской думы. Избрать новую, по-честному. Новую городскую думу, где будут депутаты нормальные от народа. И так далее. И после этого вынести вопрос. И по-честному его там решить. И вы думаете, новая дума все за один, как один, поднимут руки. Не знаю. Не знаю. Тогда это будет решение людей, депутатов от народа, вынесенное на основании рекомендаций экспертов, то есть профессионалов, историков и архитекторов. У нас еще один звонок. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю вас хорошо, очень уважаю. Спасибо. Господин Склероз. Ну, мы живем в центре. Мы видим. И мы не хотим, чтобы в центре, на бульваре, была церковь. Это должен решать ни референдум, ни дума. Никто. Это должен решать народ. Вот только народ. Каким способом? Ну, каким способом? Это надо подумать. Ну, вот я завтра, давайте так, давайте так, такой способ предлагаю. Как будет решать народ. Я завтра, я завтра возьму лопату и пойду туда копать. Фундамент откапывает старый. А народ что сделает? Народ придет, меня побьет. А рядом со мной станут другие защитники. Да, народ и побьет, и все что угодно может делать. Вы считаете, это будет хороший способ? Да нет, не желательно. Там меня придут защищать. Вот у меня здесь ребята есть, еще там сторонники. Да нет, ну это не желательно. Ну, а как решать? У нас есть механизмы. Ну, давайте вот собрали 400 подписей, давайте еще будем собирать. Вот центр поднимем, бульвар поднимем людей. Мы живем вот так. Вот, вот, равнодушненькие вы наши, просыпайтесь, когда вас самих лично касается. Когда толпа, когда, извините, стая решила, давайте их съедим. И вот тут они и проснулись, а народ нам нужен. А что ж вы спите на выборах? А что ж вы, никто ничего не говорил, мы только все узнали, мы живем на бульваре. Да это, на бульваре вы живете, скажите, в какой части? Ставьте, в центре бульвара, в парке в церковь на окраине города. А скажите мне, пожалуйста, вот на бульваре там за домом быта стройка развернулась, вы там не протестуете, нет? Нет. Не мешает, там нормально. А, вы туда не ходите. А решение там так же принято, Килийна, и нас не спрашивали, ни с кем не обсуждали. Я услышала, как у меня есть, а у меня есть разговор. А рядом с новой гостиницей. В никаком случае архитектуру ломать не нужно. Вот, видите как. Вот, видите как, вот с одной стороны у нас сторонники, что нельзя ломать архитектуру. А с другой стороны, а это можно. А вот вы знаете, вы знаете, все, спасибо вам. Вы знаете, я связывался по этому вопросу буквально на днях с Виталием Мироновичем Певнивым. Он сказал, а что ты, вам, для церкви есть прекрасное место. Вот то пятно, которое между гостиницей и чайкой, рядышком, где стоянка. Отличное место для церкви. Стоянка там. Там стоянка, но там уже проехали. Там уже строится, опять же, как он решался этот вопрос. Кто назначил это место, кто его кому отдал, но там уже что-то начинают строить, копают. Вы не узнавали по своей журналистской деятельности, что там такое? Ну я вижу, что-то копают, а что еще пока не знаю. А может. Ну, потому что вопросы эти решаются без вас, без нас, без народа, без нее, вот этой женщины, которая сейчас, а она поняла, что возле ее дома что-то там хотят сделать. Наверное, нужно, а стая решила, мы тебя съедим. Это стайный вопрос. А сейчас у нас решает, как бы, вот некий, там, вождь. Он сказал, что будем строить, будем. Договорились, и что-то начинают. Алексей Михайлович, можно вопрос задать лично вам? Вот чья идея была, вот, восстановление храма? Вот кто-то же первый встал, Певнев встал, или вы, или Иванович. Это была идея Фоменко и Маян. Мы вдвоем начали об этом говорить еще в 92-м, по-моему, году. Потому что памятью в городе я занимаюсь, и он занимается. Мы занимались всегда сохранением памяти и истории города. И всего, что с этим связано. Мы тогда об этом говорили. У нас есть программа 93-го года. Потом в 98-м году, я скажу так, мы подпольно, тайно, тайно поставили вот тот камень. Потому что возникла реальность. Ночью, говорят, ставили. Ночью мы ставили. Ну, не ночью, мы его ставили нормально. Но он лежал, этот камень, на задворках. Причем, что символично, этот камень остался от строительства Ленина. Это кусочек Ленина. Повезу давайте на пищу. Заберете? Повезло вам. Заберете? Ну, дело в том, что в бюджете города находится 50 тысяч рублей, чтобы подвозить элементарный ремонт. А вот здесь, извините, а почему в бюджете? Я против. Так федеральные... Почему мы храм не должны строить за счет бюджета? Так это... Да такая же вера. Это на федеральном учебе. Да потому что нужно... Они верят в Бога, другие в Ленина. Ввести бюджет. А они не хотят бюджет города вести ремонт. Вот смотрите, безбожно как-то вы поступаете с вашим Лениным. Почему Ленина в бюджет, а храм не в бюджет? Ну, там по стоимости, вероятно, идет вопрос. Это государственный федеральный памятник. Государственный. Вы знаете, что Ленин стоил наверняка больше, чем любой храм. Ну, не знаю. У них сил не хватало и средств, и желания доломать храмы. Они их ломали, так, знаете, слизывали, как могли. А вот на Ленина они не жалели. Уж сколько там на него надо? Ну, такая была обстановка. Такой режим был. Давайте звонок послушаем и будем итожить. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Я хотела сказать, что я за строительство храма. И хотела сказать, что если мы сегодня не построим там храм православный, завтра там построят мечеть. Люди, которые там живут, никогда не задумывались. И я вам скажу, как это будет происходить. Появится некая инициативная группа, которая скажет, 300 лет назад на этом месте стояла мечеть. Здесь жили наши предки и прадеды турки. И влепят ее туда. А всех, кто будет несогласны, тому могут что-нибудь отрезать. Вот, 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 хоть они подумают, те, кто там живет. Спасибо вам. Спасибо большое. Да, вот так. И такая мысль есть. 300 лет назад пришли наши казаки. Да, в наше время все сейчас может быть. И царь Петр отбил у турков эту землю. Инициативная группа соберется восстановить турецко-османское иго. Давайте будем мы вот это вот, будем обсуждать по телевидению. А мы, извините, на территории России находимся. Или, например, восстановить историческую справедливость. Да давайте вернемся к крепостному праву, тогда это будет историческое справедливость. Давайте к Сталину вернемся. 150 лет назад. А давайте к Сталину вернемся. А вы сделаете опрос, имеется в виду. Да не надо, ребята, этим заниматься. Валер, обожди, дорогой. Мы ушли от того вопроса, зачем мы сюда пришли. Мы в Сталина начали, Ленина, Османскую. Зачем пришли? Понять, как нам разрешить этот вопрос, чтобы не допустить раскола. Вы противники строительства храма. Не противники, не в таких размерах. Я же вам сказал в начале передачи, что давайте туда сделаем. Именно долг отдадим. На этом месте маленькую три на три сделаем с куполом. То есть вы за то, чтобы все же храм восстановить. Только в каком виде нужно обсуждать. Да, да, да. Обсуждать с профессионалами. Там пусть меценатов деньги, добровольцы. Одно мнение у нас появилось. Валерий Яковлевич. Ваше мнение. Ну пусть имеется в виду люди, которые хотят восстановить. Пусть собирают, установят камень, памятный знак. Что здесь было. Было или вы перенесете этот памятный знак. Что это было у нас церковный собак. Ну сейчас там стоит, Валерий. Он стоит этот камень. И написано, что в 32 году сломали его. Может только на этом можно и... С нашими содействиями. Да, мое мнение такое, если уж так. Чтобы разрешить этот спор, понимаешь, который за-против. Вот мне такое мнение. Все, разорвало. Нас как хомячково разорвало. Ну что ж. Чтобы не было никому обидно. Убедительной аргументации против. Кроме того, что да, есть новая концепция архитектурного облика города. Которая предполагает вот этот вот сквозной, так сказать, проход. И храм туда не впишется. Это опять же, я констатирую, что это попытка вторгнуться в... Сферу профессиональную, к архитекторам. Считаю, что этот вопрос должен решаться эскизами, проектами. Макетом. И потом всенародным обсуждением. Вот потом сделать, как у людей. Когда принимается некая концепция. Разрабатываются варианты. И варианты выдаются людям, какой из них вам нравится. На одном будет вот такой. На другом вот такой. И мы тогда уже посмотрим, а что нам нравится. Действительно. В конечном итоге все делается для людей. И должно как-то нравиться людям. Но люди не должны решать, как правильно. Посмотрите, как строится наш город. Какими только уродливыми домами мы не застраиваем наш Азов. Частные дома, которые строят по своим... Я сам себе архитектор. Вы знаете, да? У нас есть такой принцип. И на татуар 2 метра выпрет. Да то же хамство. И все. И в порядке вещей. И построит уродца какого-нибудь. Вот. То есть, как бы, вот мы хотим сделать это из нашего города. У нас много таких охотников, которые сами себе архитекторы. К сожалению. Увы. Так. Второй аргумент. Деньги. Что да, вот деньги откуда там и все такое. Бюджет никто не трогает. Бюджет никто не собирается трогать. И не будет. Значит, и я лично первым уйду из попечительского совета и расскажу об этом всем, если там появится такая попытка попытаться сделать это богоугодное дело за счет народа. Увы, нельзя. Вот Ленина восстановить за счет народа нормально. Вот Валерий Яковлевич требует. А я считаю, что веру надо восстанавливать верующими. За их пожертвования и все такое. Ну, в общем, это второй вопрос, который, как бы, тоже достаточно понятен и очевиден. Никто не собирается расходовать деньги города. И в этом смысле как раз надо рассматривать граждан, которые хотят построить храм, как группу большую. На мой взгляд, это не меньше четверти, наверное, а то и третье населения города, людей, которые хотят восстановить этот храм. Дело в том, что, трудно сформулировать, расходы на этот храм будут нести именно жертвователи, именно граждане, именно для себя, чтобы его построить. Мы же не говорим о том, что, вот, например, строительство обещанного нам тоже несколько раз к выборам Ледового дворца будет идти за счет бюджета. Народского, областного, неважно какого, но за счет наших народных денег. Я на коньках не катаюсь. Вы катаетесь, Владимир Владимирович? Откатались вы? В молодости катаются. И на лыжах. Вот сейчас, вот сейчас, да, нужен вам Ледовый дворец или нет. Если так посчитать, то тогда будет ходить, там, 100, 200, 300 человек. Но мы, тем не менее, принимаем решение, что он нужен. И что мы должны потратить народные, городские деньги на его строительство. В ГДК я не был... Ну, это... В ГДК я не был 100 лет. То же самое. Приятно кататься на коньках, но это дорогое удовольствие. Содержать такой... Да. Очень дорогое удовольствие. А ваше время. А нас не спрашивают опять. Да. Ну, дело в том, что инициатор того, Виктор Петрович Водолазкин. Он же... Ну, не знаю. Я не знаю, кто... Мне как бы все равно, кто инициатор. Вы спросите его. И он же информировал Азовчан. Вот-вот будем закладывать. Ну, стадион-то сделали. Стадион Красавица. Нет, ну... Ну, это ж нужно... Но там был меценат. И, кстати, кто-то... Я сегодня услышал про парк. Я прошел вчера по парку. Дей богу, год не был. А мне понравилось. На Петровский бульвар. Вот у нас нет денег. Петровский бульвар разрушен, загажен. Выглядеть неважно. Чистенько, но неважно. А парк частникам так продвигается потихонечку. Хотя там, конечно, разруха еще изрядная. То есть мы приходим. И к вопросу о том, как решать этот вопрос, мы так и не пришли к единому мнению. Все же, наверное, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что и наш город, и вся страна в глубоком политическом кризисе. Нет механизмов принятия решений у нас в городе. Их тоже нет. Демократических механизмов принятия таких решений. Их нет. Их уничтожили за последние вот несколько лет или там полтора десятилетия. Их уничтожили на корню. Потому что нас приучили, что не ваше дело, сидите, молчите. Вот на выборы пойдете, там вам скажут, как проголосовать. А не проголосуете, то и мы за вас это порешаем, как это сделали не так давно. И там будет все решаться без вас. Вот теперь мы пожинаем плоды. Теперь мы получаем некие расколы. Вот теперь мы получаем, у нас есть одна, вот вы сидите здесь КПРФ, вас подвинули и поставили новую, как по Черномырдину. Что не строим, все КПСС получилось. Единая Россия. Через пару недель и ее подвинут уже там 28 числа. Я не понял вот эту фразу. Это вы настроены пессимистически. Мы стояли и будем стоять. Но у вас отняли руководящую и направляющую роль. Нет, ну надо знать. Отняли. Вам надо знать. И пытались построить демократию, а построили опять такую же партию, как ваша. Мне надо знать. Я знаю, я жил в том дерьме, извините. И в этом теперь. Ну нельзя тут так говорить. Да мне можно, я имею право. Я не был коммунистом, и поэтому я не мог сделать карьеры. Я в адрес Виктора Петровича мог бы сказать водолазка, но я... Вам никто не затыкает рот, если вы знаете. Если что говорите, то пожалуйста, я говорю, что я жил в дерьмовом обществе при коммунистах. Потому что я не был коммунистом, был противник. У меня была своя позиция, свое мнение. Именно поэтому я не мог сделать ни карьеры, ни карьерного роста, ни каких-то благ. Я в санатории ни разу не был за счет завода. Мне путевку не давали, потому что я не был активным коммунистом. Алексей Михайлович, вот Виктор Константинович. Я не был коммунистом в советское время. Он знает. Поздравляю. А сейчас вступили? Я вступил в 96-м году. Я не был коммунистом. Он знает прекрасно. Ясно. Но ты был специалистом. Ну ладно, ладно. Не надо. Хорошо, пока вы тут поспорите, мы послушаем еще одного участника нашей программы. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы по состоянию здоровья не смогли принять. Ну и не надо звонить. Чего? Лежите, болейте. Дайте пару слов. А вот восстановить храм. Восстановить храм. Это тогда что-то от него осталось. Это в Головатовке, как говорил Владимир Тихонович. Прекрасный. Стоит храм. Ну, чтобы вы не рассуждали долго. От него осталось. Там фундаменты и цокольный этаж на месте. Это будет новодел. Это все равно же сделает аналог шапки Мономахи. Он будет стоить столько, сколько стоит. А шапка Мономаха будет во много раз больше стоить. Вот это то же самое мы пытаемся повторить и здесь. Опять же, сколько стоит. Какое вам дело, если вы не собираетесь на него жертвовать? Вы собираетесь на него жертвовать? Я не настолько нарешил, чтобы жертвовать на храмы. Так, ясно. Не собираетесь. Какая вам разница, сколько он будет стоить? Мне разница в том, что общество и город идет вперед. Идет в будущее. И не надо возвращаться к старому. Давайте возвратим старую Азовскую крепость. И все еще. Да, давайте. Давайте возродим. Давайте сделаем город Азов, исторический город с центром туризма, чтобы сюда люди приезжали, любовались на эти руины, на все дела и вспоминали, и ценили свою историю, чтобы сюда приводили детей и патриотическое воспитание, о котором все говорят и никто не делает, воруют непрерывно. Тоже было. Ну ладно. Давайте снесем порт и восстановим Азов в районе порта. Что вы взяли все на церковь, Наваля? И сюда верфь надо снести, кстати. И сюда верфь надо снести. Давно пора уже. А что мы засыпали не только на церквях? Правильно говорят, люди хватит церквей. Давайте, давайте, значит, вы хотите предложить, давайте снесем судоверфь. Собирайте фонд поддержки сноса судоверфи, начинайте агитацию, собирайте деньги и вперед. Владимир Тихонович, снести судоверфи, вернуть там вот в облигород. Но это не только его, это была старая история, для нее уже выделили при большевиках место, но не успели. Я не собираюсь. Поэтому, пожалуйста, кто же вам мешает? Делайте, делайте. Здесь собрались несколько тысяч азовчан, которые хотят восстановить свой храм, свое место. Вы хотите восстановиться доверфи? Вперед вам, флаг в руки, начинайте. Я вас поддержу всеми силами. И денег даже своих там три рубля дам. Остальное на храм. Спасибо. До свидания. Ну что, дорогие друзья, давайте мы на этом и тоже, поскольку, как видим, мы ни к чему пока не можем. Не брысли. В резюме никакого нет. Вот. Мы поговорили, понимаете? Мы поговорили и мы видим, что мы пожинаем плоды того, что мы сделали с нашей страной, с нашим политическим устройством за последнее десятилетие. Увы, дорогие друзья, пока так. На этом мы прощаемся с вами. До свидания. Будьте здоровы. Всего доброго. Суперакция от компании КПИ. Только в марте. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня среда и мы вновь с вами. Ну, прежде всего, с праздником вас. Сегодня, оказывается, вдруг я узнал, что сегодня Всемирный День Счастья. Ну, счастье не счастье, а вот у нас действительно, у меня, во всяком случае, действительно, есть определенный набор положительных эмоций. И эти эмоции связаны с тем, что у нас вдруг за последние, впервые за последние 13 лет появился спрос на правду. То есть я сейчас, вот последние несколько недель, я занимаюсь своим делом, своей профессией, журналистикой, честной. Не пропагандой, а журналистикой. И сделаю это с удовольствием. Мне было бы счастье, да несчастье как бы помогло, потому что у нас произошло несчастье, как некий раздрай или разлад среди наших вождей. Один вождь захотел строить храм, а другой, по-моему, не хочет. Во всяком случае, от него получить внятный комментарий нам не удается. Я имею в виду мэра во втором случае. В первом случае это наш водолазь. Если раньше и прежде, и мы привыкли к этому, все вопросы решались без нас. Нас никто не спрашивал. Нас, а я имею в виду, в данном случае население, город, граждан города, городская дума послушно штамповала любые решения, как прикажут, то сейчас вдруг почему-то обострилось все это, и нас стали спрашивать. И мы, вот мы люди, как бы соскучившись и изголодавшись по этому своему неотъемлемому праву, неотъемлемое право определять свою собственную судьбу каждого гражданина в демократическом обществе. И мы тут начали решать, а я против, а я за, а мы сейчас вот не дадим и так далее. И естественно, все это выглядит с одной стороны хорошо, демократия торжествует, а с другой стороны попахивает чем-то не тем. Если помним, сегодняшняя наша программа будет вновь посвящена идее воссоздания Успенской соборной церкви на теперь Петровской площади, которая называется Петровской площадью, на его прежнем месте, где он был еще построен 150 или 160 лет назад. Вот эта тема у нас продолжается из среды в среду. Если помните, мы начинали с того, что здесь был представлен руководство Оргкомитета и Попечительского совета нового храма, представлен новый уже назначенный настоятель, представлен председатель Попечительского совета Виктор Петрович Водолазский, и проходила первая, так сказать, программа под знаком того, что да, мы хотим возродить, восстановить, вернуть на место разрушенную церковь. Второй эфир мы пытались посвятить профессиональному попытке изучить историю и профессионально оценить эту идею. Участником эфира был Владимир Тихонович Фоменко. Это не только и не столько хороший, я скажу, выдающийся архитектор, но и знаток, любитель истории города нашего, которому это все очень важно, который к этому относится именно совестливо, будем говорить так. Потом, следуя нашей традиции и необходимости быть, ну у нас профессия такая, мы должны дать слово и сторонникам, и противникам. И вот на прошлой программе я обратился к противникам. Судя по голосованию, которое мы проводили в первой программе, их было там не меньше чем 370, по-моему, под 400 человек. Приходите, давайте обсудим. Вот как это было. На самом деле мы до сих пор не видим, не видим противников, их нет. Это нечто, вот знаете, как в фильмах ужасов показывают или вот всяких там страшных кино, что вот некая, некая такая сила, некое такое мнение. А вот как в свое время говорили, есть мнение. И вот это есть мнение, оно где-то там витает, не материализуясь. Какие аргументы против? Вот здесь вот в записках есть несколько вопросов, несколько аргументов, ну которые вообще-то, ну опять, ну никакие. Я еще раз прошу и обращаюсь. Дорогие противники, ну вы как-то там найдите хоть кого-нибудь, кто пришел бы к нам в следующую среду и с кем можно было бы поговорить. Потому что мы, наша редакция, уж слава богу 22 года, мы всегда стараемся быть объективными. Вот с таким обращением я обратился. И в течение прошедшей недели с нами связались аж трое граждан города Азова, откликнулись на мой протест. Ну хорошо, что из четырех сотен людей, которые молча, мрачно жали в кнопки телефона во время эфира, нашлись хотя бы трое, которые изъявили желание. Один из них сегодня, накануне программы, за 15 минут до ее начала, вдруг оказался больным. Ну это известный наш, я бы его назвал даже, человек из телевизора, Сергей Феофанович Чумаченко. Он готов был как бы участвовать в программе, но вдруг почему-то приболел. Вот, ну мы ему желаем здоровья и счастья, в сегодняшний день счастья. А вот двое других граждан города, с которыми мы сейчас с вами и познакомимся, у нас здесь в студии, и я с радостью их приветствую. Давайте, мужики, поговорим. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Рядом со мной Виктор Константинович Бинаев, и больше ничего не знаю, сегодня впервые познакомились. Дальше Валерий Яковлевич Чуприн, уже хорошо известный у нас в городе ветеран и работник оптико-механического завода, один из лидеров нашей коммунистической партии, нашего города. Валерий Яковлевич, вас партия направила, или вы сами пришли? Уважаемые завчане, я в предыдущей передаче обратился письменно с своим возражением насчет строительства храма. На очередном партийном горкоме, который состоялся в прошлую пятницу, мы обсудили эту тему. И большинство партийцев поддержало меня, но в том числе выразили еще некоторые дополнения против строительства этого храма. В чем заключается эти вопросования? Валерий Яковлевич, пока мы только давайте ответим на вопрос. Вы не сами, а от партии? В данном случае я от партийной организации города. То есть у вас состоялось обсуждение, и вы это. А вы пенсионер, простой гражданин города. Расскажите немного, в двух словах о себе, давайте познакомимся. Давайте познакомимся. 40 лет назад, после окончания института, жену направили сюда, вы знаете, на отработку. Ну, квартиру получил, так и остался. На МЗ, наверное, да? На МЗ, я работал там, на импульс-завод в городе Пятигорске, естественно, сюда попал. И вот здесь остался 40 лет. И вот вы здесь живете? Проработал 23 года. У вас семья здесь? Семья, внуки, дети. Здесь. Все здесь в городе Азум. А папа, мама, дедушка? Мама, папа, дедушка в городе Пятигорске уже нет в живых. Там они похоронены? Похоронены. На могилку ездите? Естественно. А чего ездите? А зачем? Ну как? Зачем? Это наша память. Мать там, отец его. Ну как это? Вот, Натю. А мне тут говорят, ну и что, что память? Ну я не знаю, кто вам говорит. Я член Попечительского совета этого храма и буду выступать сегодня в двух лицах. И как сторонник строительства, поскольку я член Попечительского совета, и как журналист. Поэтому вот я так вопросы ставлю. А мой дед этот храм не только создавал, строил его, но и крестился там в этом храме. И лежит он здесь на кладбище, на нашем, дед мой. И отец мой здесь, на нашем кладбище, я тут хожу. А отец, я так думаю, я не знаю подробностей, но отец, скорее всего, поскольку был коммунистом, скорее всего, участвовал в его разрушении, наверное. А может и нет, не знаю. Ну понятно. Поэтому мы как бы, вот я не просто так этот вопрос сформулировал. Ездите к родителям? Ездим. Ездим. Вот. Но здесь в Азове таких глубоких корней, как, например, у меня и у, наверное, хотя бы там четверти азовчан, нас, к сожалению, коренных здесь уже мало. Разве бурное развитие города в 60-х годах разбавило население города Азова людьми, у которых корни, как видите, разбросаны в других местах. Вот отсюда и позиция может формироваться. Но мы не об этом сегодня говорим. Итак, это вот тема, которая одна из тех раскольных тем, на которой можно так расколоться коренной, некоренной, белый, черный, сектант, христианин и так далее, и так далее. Вот мне сегодня буквально перед эфиром сказали, да ты знаешь, что все это мутят сектанты. Потому что мы так и не нашли. Кто же это все делает? Валерий Яковлевич, позиция коммунистической партии в этом вопросе. Вот давайте теперь ее и озвучим. То есть мне, нам важно было, чтобы появились противники и что-нибудь сказали. Скажите. Мы не против православия, но все должно быть в разумных рамках. Если у нас в городе Азове за время реформ построено четыре, как говорят, я сказал в своем обращении, три-четыре церкви и несколько часов. Ну, полагаю, что для истинно верующих это вполне достаточно, понимаете? Достаточно, чтобы соблюдать обряды, истинно верующие. Ну, любители верующих, ну, они же до обряды не соблюдают. Это просто, говорится, какие-то ритуалы. И все. Но они-то не соблюдают то учение Христово. И я человек, ну, скажем так, неверующий, и в церковь хожу раз, три раза в год. И мы, как говорится, нынешние коммунисты, мы за все то, что хорошее создано человечеством, за и в том числе все хорошее в христианстве. Но мы, конечно, возражаем, чтобы центр города, в центре города, строили этот храм, когда уже архитектурный облик города сформировался в течение 50 лет. И об этом подтверждает бывший председатель райисполкома Иванов, райисполкома. Дальше. Фоменко у вас был, конечно, вы били беседу. И он не выразил такого желания открытого, чтобы строить на этом месте храм. Потому что, ну, не согласуется он с архитектурным обликом. Это уже специалисты подтвердили. Я хочу это подчеркнуть. Ну, далее. Учитывая очень неблагоприятное социально-экономическое положение в городе Азове, убита промышленность. Мы потеряли за время реформ порядка 18 тысяч рабочих мест, которые люди занимались соседательным трудом. Вот Виктор Константинович работал в тот период мастером и знает, как работал завод, как работала промышленность. Мы, это не говорит о том, что АУМЗ работал только на оборону, но мы выпускали очень много приборов. Это вы прекрасно знаете, которые шли не только на внутренний рынок, нашу страну, где шло за рубеж. Вы знаете прекрасно, вы работали регулировщиком. И во Францию, и в Англию, понимаете. То есть, продукция тогда была конкурентоспособная. Люди, которые работали на заводах, получали в тот период, может, достойную заработную плату и социальными гарантиями, что он мог определенное количество времени поработать. У нас программа посвящена не развалу промышленности и оборону. Дело в том, что строить храмы, а развалить промышленность и науку и получить имеется платное здравоохранение и обучение, понимаете. Это противоречит православным канонам, вы понимаете. Православным канонам. То есть, кое-кто обогатился на разрушении, приватизации заводов, а кто-то превратился, говорится, без ничего остался. Даже с нищенской пенсии, которую большинство получает люди... То есть, предложение отнять и поделить. Да ни в коем случае. Ну, кое-кто обогатился, ну как, что с ними делать? Ну, как, так надо же конкретно посмотреть, кто обогатился. Ну, у нас, например, к примеру я вам скажу. Вот у нас есть такой, значит, факт, что митрополит Кирилл, это вы прекрасно знаете, освящено СМИ, имеет 4 миллиарда состояния. 4 миллиарда состояния. Это говорит о чем-то. Ну, я эту цифру... Первое слышу, но знаю, что митрополит у нас не... И за счет чего, конечно, тут кто-то вы скажете опять, что я там под кого-то копаю. Ну, собственно говоря, почитайте по интернету, посмотрите. Олег Ильич, вот вы знаете, как мне говорят, у нас страна страшно поражена коррупцией, но когда я потыкаюсь к нашим властям здесь, в Азове, а у нас как с коррупцией, а у нас коррупции нет. Вот Азове нет коррупции, нет в Азове коррупции, и все. Да как же нет коррупции? Такого быть не может, быть такого не может, понимаете? Ну, например, помощник мэра Леща, ну, вы знаете прекрасно, ну, это что? Ну, это правая рука мэра. Я вам передаю, это не я. Это не я говорю. Это не я говорю, и не мое мнение, что вас заведет коррупция. Это Кузнецов, экс-прокурор сказал, это правая рука мэра. Понятно. Ну, что ж, хорошо, ваша аргументация, что, в общем, понятно, это... Первое, за 50 лет прошедших сложился некий облик города архитектурный, действительно, какой-то он пересложился. И второе, что хватит храмов достаточно, 4 штуки. Это я правильно формулирую, я пытаюсь формулировать аргументы. Может, да. Вот, достаточно, хватит им, верующим, 4 храмов. И третий аргумент, что не храмы надо строить, а заводы. Восстанавливать промышленные. Ракеты, бомбы, и посылать их во Францию, куда еще там... Да нет, не надо так искажать. Своим ходом. Алексей, не надо все так искажать, как вы пытаетесь это сделать. Ну, не надо. Ну, восстанавливать промышленность. Нет, ну как. А у нас что, оборона хорошая? Или как? Ну, узнаете специалистов, какая у нас оборона. Представляю, примерно. О чем можно говорить? Какая у нас техника? Да, хорошо. Пропаганда есть, да. Итак, мы сформулировали с вами, ну, хотя бы три каких-то основных. Еще могу сказать. Давайте о втором блоке, поскольку у нас тут Виктор Константинович засиделся. Виктор Константинович. Да, все, жду я. Ваша очередь. Ну-ка, правду, Марк. Спасибо. Вот вы в начале беседы задали вопрос, где мои родственники охоронены. Я сказал, в городе Пятигорске. Ты туда ездишь? Езжу. А зачем? Я крещеный. И вы, наверное, крещеные. Это дань памяти. Это дань уважения ушедшим от нас. Вы продолжите сейчас разговор о том, что вот какие аргументы у тебя против, какие за строительство храма. Вы настаиваете вместе с Водоладским построить храм. Огромный храм. Да нет, не огромный. Ну, во всяком случае, большой. 25 на 25. Во всяком случае, большой. Это храм. Ну, ладно. С колоколами там, с этими. Воссоздать. Не построить, а вернуть. Воссоздать. Согласен. Как раз, исходя из вашего первого тезиса, дань уважения к предкам, и мы говорим не построить, а воссоздать, вернуть. С чего? Воссоздать на тех фундаментах, которые там есть, от разрушенного некогда. А кроме фундамента, вы представляете, сколько нужно туда? Поэтому давайте продолжим. Давайте, пожалуйста. Я представляю, сколько нужно. Я представляю. Возможно. И вы, наверное. Возможно. Представляете? Я просто беру написанное Анатолием Тимофеевичем Ивановым. Ивановым. Тот, который 25. Вы наверняка считали несколько раз. Я пробежал. Нет, я пробежал. Я выучил, подписал. Вот достаточно очевидно все. Очевидно все. Он говорит, как знающий человек, все это удовольствие будет стоить 100 миллионов рублей. Наверное, он откуда-то эти цифры взял? Ну, возможно. Я не знаю. Я не вникал. Ну вот, я подчеркнул. Сейчас прочитайте. Мне неинтересно. Совсем. Нет, совсем никакого интереса. Сколько это будет стоить? А почему? А кто? Город будет строить? Алексей Михайлович. У меня только один интерес. У меня только один интерес. Чтобы ни одной копейки из народных бюджетных денег туда не ушло. А вот там есть попереческий советовый комитет, который будет собирать пожертвования. И там настроены вполне оптимистично. Ну, во-первых, там не столько это будет стоить. Во-вторых, средства будут привлечены извне. Поэтому тут мы сразу, вот когда мы рассуждаем, когда мы ведем эту тему, еще вот 10 раз я повторял и видно плохо. Не будут использоваться бюджетные деньги. Вопреки как раз тому, как они используются сейчас на другие нужды. Вот скажите, за последние, там скажем, 12-15 лет, вы принимали участие в решении хоть какого-нибудь вопроса, на что потратить деньги города? Наши общие деньги. Вас спрашивали? Не спрашивали. Но каждый занимается своим делом. Я работал механиком, я отвечал за выпуск лекарства, за работу машины. Тот же руководство, мэрия за свое дело отвечали. Итак, хорошо, этот аргумент мы тоже фиксируем. То есть, сколько это стоит, почему так дорого. Дорого, то есть, где деньги взять и так далее. Фиксируем еще раз. Ну вот, Алексей Михайлович. Ну это Анатолий Тимофеевич. Человек уважаемый, вы согласны? Его позиция понятна. Он создавал, он участник реализации, один из лидеров реализации этой концепции города, открытого к реке. Эта концепция имеет право на существование, она заслуживает уважения, потому что получилось действительно неплохо. Никто не говорит, что это вот совсем безобразно. Правда, решалось это, опять же, волонтаристскими методами. Потому что, я так думаю, были сторонники и того, что там было до того. Весь центр города был огорожен забором. За вот вторым средним торговым центром торчала труба. Я еще не застал, это вы застали. Это вы уже не застали, скорее всего. Еще верно. Черная труба котельной, там стоял забор, и там работали люди. И когда это все начали ломать, переносить, реконструировать, то наверняка кто-то говорил, людям нужны рабочие места. Кто там ломает? Почему разрушать все такое? Сталина верните на место. Почему Сталина, почему вы за Сталина не требуете? Сейчас нужно вернуть его на место. Он там стоял. Вы не помните? Нет. При мне Ленин стоял и стоит сейчас. Вернуть на место Сталина немедленно. Ну это мы уже ушли от темы. Понимаете? Мы уходим. Так вот, я аж об этом. Поэтому давайте дальше. Один аргумент мы зафиксируем. Дальше. Вы говорите, восстановим храм этот. Восстановим. Хорошо. Пускай только не 100 миллионов уйдут. Меньше. Но это уйдут деньги. Не важно. Мое мнение, если вам интересно, мое мнение и мнение моих сотоварищей, коллег там по работе, что ведь от размера сделанного храма не будет уважения большого нашим предкам вот этих. Чем больше храм, тем больше уважения. Понимаете? Почему нельзя? Я категорически не против, что надо, значит давайте построим. Но не в таких размерах. Давайте сделаем часовенку аналогично там этому храму и поставим где этот камень. И напишем благодарным. Вот запишите мое мнение. Размеры. Цена. Цена. Цена, размеры. Так, далее. Дальше. Дальше. Вы все время с господином Водоладский говорите, вот там лежат кости наших меценатов, наши лун. Причем прямо вот под дорожкой, по которой все ходим. Ну, мы восстановим этот храм, напишем письма на плитах там на все. А людей, то есть мы их не обидели. Не будем обижать вот этих далеких, которые ушли. А как же быть вот теми, которые Иванов и Ижи с ним много людей, которые живут сейчас на пенсии, работают. Это мы разве их не обидим? И вот на этом самом замечательном месте. Вот действительно. А как же быть? А как быть? Вот мы сталкиваемся сейчас с проблемной ситуацией. Когда старая концепция была, был гениальный какой-то архитектор, который придумал вот ту комплексную застройку города, которая была реализована в 19 веке. Прекрасно реализована. Вы вспомните, в Азове нет ни одного достойного здания, кроме вот тех, которые были построены еще 100-150 лет назад. Согласны? Согласны. Ну, согласен. Нет ничего. Коробки большевики строили. Вот Валерий Яковлевич смотрит на меня. Коробки, все равно, так они и останутся коробками. Нет ничего пристойного. И это все реализовывал некий гениальный архитектор. И всем, и людям это нравилось. Это была концепция, это было достойное уважение и почитание, так сказать, работа, творения. Пришли другие в 70-х, 60-х, 70-х, разработали другую концепцию, реализовали ее как-то, на мой взгляд, не совсем, но концепция тоже интересная. Почему мы сейчас говорим, что эта концепция 50-летней давности достойна, она сложившаяся. А та была не сложившаяся. Вот сложившийся облик города, это фигурирует такая фраза. А какой облик города считать сложившимся? Так вот именно. Нынешний или тот? Откуда вы знаете, когда тогда было? С трубами этими черными? Поэтому. Или сейчас, когда? Поэтому, господа, вы архитектор. Нет, я не архитектор. Я смотрю на это все. Вы архитектор? Нет, я ссылаюсь на специалистов Иванова, и Фоменко ссылаюсь на профессионалов. Фоменко, в общем-то, сторонник воссоздания, только единственная с оговоркой, что ее бы сместить. Ну, кстати, тоже интересный вариант, но речь идет о воссоздании. Ладно, пусть это... Вот давайте отдадим эти вещи все же специалистам, профессионалам. Ну, ради бога, господа, вот мне, а мне нравится, вот позиция дворника, которая говорит, а мне нравится, что здесь вот лежит куча мусора. Вот ему нравится, и пусть она лежит. Ну, вот не надо нам лезть именно в те сферы, где должно обязательно учитываться и быть очень важным, решающим мнение профессионалов. Поэтому, мое предложение такое, нужно вынести это, перво, а, на обсуждение профессионалов, а потом граждан города. Ну, давайте у нас что, телефонный звонок? Разрешите я это, встряну, так сказать. Ну, дело в том, что, а почему вы тогда нас спрашиваете, рядовых, строить или не строить, а сами себя противоречите, говорите, нужны профессионалы, чтобы решить. Правильно, потому что мы сейчас с вами, у нас есть звонок или нет? Сейчас давайте послушаем звонок, что еще нам люди скажут. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слышим. Почему вы ломать такую красивую площадь? С вашей легкой руки сломан кинотеатр Родина. 17 лет стоят развалены. Почему там ничего не строится? На развалинах, с вашей руки. С какой руки? Все вы его арендовали? Село показывали, забыли? Да. В 91-м году. Да, помню, я вам напомню эту историю. Пока, папа, мне надо напоминать, вот, а вы, вообще, красивая, и мы ее сейчас изуродруем. Вы говорите, денег не будет, а деньги затрачены были на красоту эту. На которую? Сколько денег было затрачено? А теперь давайте все уничтожим. Хорошо. Так, есть ваше мнение, да? Да, я против. Хорошо. Если хотите, вот, развалены, и стройте там храм. Замечательно. Вот вы знаете, я хочу сразу предложить, во-первых, по поводу кинотеатра Родина. Время от времени возникли такие, вы были там. Так вот, я предусмотрительно еще в 92-м году, когда у нас в городе не было вообще денег, и никто не знал, что с этим делом все делать, все разрушалось. Нам предложили киносеть города Азова. Всю, их было три кинотеатра. И кинотеатр «Октябрь», и «Родина», и так далее. И мы ее взяли. И полтора года, за полтора года, мы ее сохранили, эту киносеть. Все три объекта. Вот, и я, предвидя вот таких вот товарищей, друзей, которым лишь бы, извините, покритиковать, хотел сказать грубее. Вот, предвидя. Делал фотографии в начале, когда мы ее брали, и в конце, когда ее у нас отняли, киносеть. Потому что мы ее сохранили, восстановили, что могли. Она была жива, потому что у города не было тогда денег. В тот период «Пульс» был самым крупным налогоплательщиком в городе Азове. То есть, больше всех налогов получал город от «Пульса». Представьте себе, оптикомеханический лежал. И все остальные заводы. Вот, и мы тогда эту киносеть спасли. И когда уже немножко оперились наши, извините, более бодрые, активные, активисты, у нас ее забрали, эту киносеть. И передали тогда уже, я точно даже не знаю кому. И дальше понеслось. Кто сносил родину, не знаю. И так далее, и так далее. Но это некая другая тема. Это, так сказать, отступление. А во всем ином мы поговорим с нашими гостями. Итак, господа или товарищи. Как вам удобнее? Житель города Азова. Житель. Господа жителей Азова. Вот так. Вот. Значит, мы что-то здесь приходим с вами к тому, что возражение. Наш комплекс возражений сформирован как-то. То есть, а. Не стоит портить сложившийся облик. Так точно. Б. Где деньги? Так точно. А вот и хватит храмов. И так много. На 82 тысячи. Ну, хватит. В общем, все. В общем, все. Хорошо. Четвертый вопрос перебью. Извините. Вы не ответили. Вы переживаете за наших потомков. Потомков. Которые нужно. Хочешь, не хочешь, нужно вспомнить. Очень сильно. Надо вспомнить. О предках. О предках. А что мы с этими людьми делаем? Анатолий Тимофеевич Иванов. Все, кто строили там своим трудом, своим желанием. Мы еще ничего не делаем. Мы обсуждаем как раз. Обсуждаем. Вот я же о чем и говорю. Что хорошо бы нам послушать еще профессионалов, которые скажут. Испортит это облик и концепцию открытого к дону проспекта. Или не испортит. Профессионалы, архитекторы. Вот Фоменко предложил, если помните, объявить открытый конкурс на проектирование этой площади. А почему бы нет? А меня, например, мне нравится вот этот вот сквозной проход к дону. Но когда я, извините, натыкаюсь на каменного истукана, который там стоит. Я имею ввиду памятник Ленину. Я вот обхожу. Потому что мне дурно пахнет. И не потому, что я был ярый антикоммунист всегда. Потому что неуместен он. Я считаю, что он не имеет никакого отношения к сложившемуся облику города и к сложившейся ситуации. Но, тем не менее, стоит и стоит уже. Что ж теперь? Раз поставили. А если мы еще и вернем все, что было. Память. Храм тоже памятник. Можно встрять по этому вопросу Сталина. Алексей Михайлович. Значит, это памятник Ленину. Это федерального значения. И он имеется ввиду, числится как федеральный памятник. Понимаете? А почему же тогда его так осквернили на последнем дне города? Щитами закрыли. Да, щитами закрыли. Это осквернение. А кто имеет право это закрывать? Вы понимаете? Почему вы допускаете? Почему допускаете? Памятник федерального значения был осквернен. Ну, значит, что? У нас, естественно, нехорошие люди есть в городе Азове, которые этого делают. Потому что это человек, это руководитель первого социалистического государства. И многие заключения видных людей мировых, это гений. Так, минутачку. Гений. Подождите. Губернатор Шаманов. Я же точно запомнил, когда он был губернатором Ульяновской области, его спросили, который был губернатором, кто такой Ленин. Он говорит, это гений. Он больше ничего не сказал. Хорошо, давайте про Ленин. Это губернатор, который подчинялся Крыму. Давайте про памятник. Еще в двух словах. Сколько членов Коммунистической партии, которые готовы защищать памятник Ленину у нас в городе? Человек 50-100 есть? Ну, вы понимаете, неуместно. Вот если мы сейчас... Правильно. Три года, четыре, пять лет, на тебе птюрьму. Правильно. То есть, что будет? Опять раскол. Раскол, да. Потому что сторонникам, защитникам памятника будет что? А кто создал экстремистскую ситуацию, заслонил ее? Казачество. Казачество. А кто такое казачество? Существует, как имеется, который я плачу на лог. Скажи мне. Кто у нас в городе власть? Казачество? Ну, так вот. Там зам мэра по казачеству. Есть зам мэра по казачеству. Не знаю такого. Есть такой. Ну, я не знаю фамилию. Мужлайки и налогоплательщики планирую. Минуточку, давайте. Дай встряну. Очень удачную тему зацепили. Да, да. Вот как, по-вашему, защитников памятника Ленину будет меньшинство в городе? Большая часть будет равнодушная и значительная часть будет против. Да, вся страна равнодушная. Вы что, где мы живем в такой стране? Вот как бы так. Равнодушная воровская страна. Теперь смотрим на храм. Мы видим похожую ситуацию. Большая часть, 80% людей равнодушны. Активных, тех, кому это надо, небольшая группа. И также небольшая группа, может быть, окажется чуть большей. Вот вам то, к чему сейчас нас пытаются подталкивать. Кто пытается? Непонятно. Пока мы... Это тема вот следующего нашего разговора. Чуть-чуть, несколько минут спустя мы поговорим. Кто-то толкает на то, чтобы мы сейчас стравили людей в городе. Чтобы люди раскололись на храме, потом на памятнике, потом еще на чем-то. И чтобы это было... Ну, если нас спрашивают, демократия возрождается, то дай-то бог, если бы это была демократия. Но это вопрос решения меньшинств для того, и он никак не может решаться на референдуме. Потому что демократия создана именно отсюда, оттуда, что учет мнения меньшинства, для его учета, для здравомыслящего учета существуют демократические институты. Типа там Думы там и так далее, и так далее. Как они у нас формируются, мы знаем. К сожалению, у нас и здесь все через... Наоборот, сделано. Вот ситуация, которую можно и нужно и должно решать нормальными демократическими механизмами. Сейчас я хочу вот показать гражданам города. Вот это вот бумага. Ну, кто видел, тот узнал. Это некое обращение к мэру и депутатам. Просим вас учесть наше мнение при рассмотрении вопроса о строительстве церкви на Петровской площади. За последнее десятилетие там и так далее. Другой такой площади нет. Мы возражаем против создания храма. Вы знаете... Извините, пожалуйста, забыл выключить телефон. Вот. Вы знаете, мы попытались... Мы же искали сегодня участников нашей программы. И попытались найти их. Ага, значит, кто-то занимается вот этим вот распространением. Вот сегодня была совершенно замечательная эпопея. Это или мафия, или секта, или некие потусторонние силы. Точно храм надо строить, чтобы их разогнать. Потому что они... Их нет. Они вроде как бумаги есть, подписи ходят, собирают. А их нигде не найти. Вот на оптико-механическом заводе собирали подписи под этими бумажками. Мы спрашиваем, кто? Нам отвечают. Валерий Яковлевич, кто собирал под такими бумажками? На заводе собирали подписи. Я вот эту шапку не видел. Которую вы же читали. В цехах и в отделах. Я спросил профсоюзные активисты, а что вы мне не дали? Ну, Валерий Яковлевич, мы знаете, мы уже собрали. Мы передали в правком. То есть это были профсоюзные активисты? Да, активисты собирали по цехам и по отделам. В том числе это собирали и в отделах, и в цехах. И передали были в правку. Потом я спрашивал, ну дайте хоть я почитаю, что там у вас, с каким наименованием люди подписывали, чтобы они хоть знали. Ну, я так и до сих пор, я у вас только увижу это впервые. Вот здесь увидите, да? Списки передали в администрацию. В администрации, там, бонифициальным данным, якобы на ОМЗе, потому что я же озвучил это в своем обращении к Водолазскому, порядка 400 человек подписало. И активисты еще жаловались, что да, но не всех желают, вот всего посчитали 400 человек. Ну вот, а мы сегодня... Ну на заводе примерно работает, ну сколько, 800-900 человек сейчас нужно. Вот половина и подписала. Мы сегодня попытались понять, ну хорошо, вот людей настойчиво просят, будем говорить так, не заставляют. Эти люди, преподаватели, учителя школ, работники детсадов, ну медицинские работники, бюджетники, настойчиво просят, настойчиво предлагают подписать эту бумагу. Я спрашиваю, кто? Люди говорят, профсоюзы. Мы спрашиваем у профсоюза, вы? Нет, мы тут ни при чем. Нам открестились абсолютно все профсоюзные лидеры города. Нет, это не мы. Мы ищем дальше, кто? Мы не нашли. Это вот, вот это нечто возникло неоткуда. И уходит никуда. Интересно, что же за мафия такая у нас в городе? Кто, кто пытается управлять этими процессами? Кто внедряет эти черные технологии, манипулируя людьми? Манипулирует людьми. Некоторых принуждают, я уверен, что принуждают. Убежден, что есть, раз это идет от начальства. И только на низовом уровне проскальзывает. Ну, это нас профсоюзный активист нам велел. Принес, мы подписали. Нас убедили. Ну, в общем, убедили, будем говорить. Товарищи, ну, вот место. Вот рядом со мной место. Приходите. Профсоюзы вы или администрация. Или кто вы? Кто вы? Кто против? Неужели вы действительно так боитесь, Господа Бога, что вот есть двое из четырех сотен звонишек на прошлой программе, которые не побоялись? А вы боитесь кары Господней? Потому что применяете черные технологии, вы колите общество, раскалываете. И так далее. Давайте уйдем на рекламу, потому что что-то мы разогрелись. Спасибо. Оперативное сообщение для тех, кто за рулем. Шины и диски мировых производителей. Широкий выбор аккумуляторов по доступным ценам. А также профессиональный шиномонтаж и балансировка для вашего автомобиля. Ждем вас по адресу. Переулок Калантаевский, 82. Телефон 529-29. Азов, привет, низкий поклон. Вы не ошиблись, как и раньше, с вами Элон. Также Дима с гитарой, Дима с гитарой, Дима с ударными. Максим на клавишах, и это первый шаг. Но сразу на сцену ГДК, с сольной программой. Только живая музыка, артисты, подав на профи своего дела. Отлично владеем инструментом и сорвем бурю аплодисментов. Увидимся в уикенд 30 марта. Городской дворец культуры и всем вечера старт. Всем, кто еще не стар, от монитора устал. Наш акустический рэпчик раскачает целый зал. Целый зал. 24 мегабита в секунду, всего за 500 рублей в месяц. Пульс. Безлимитный интернет. Жми на полную. Пятого апреля в 19.00. Впервые в Азове легенда российской эстрады Лариса Долина. Плавней всего. С новой программой и давно полюбившимися золотыми хитами. Хочу все и сразу. С 12 по 31 марта. В поиске. Кредитная программа 0024. Холодильный ход по Интерестон. Высотой 185 сантиметров. И объемом 318 литров. За 575 рублей в месяц. Поиск. Мы всегда с вами. Это любимый дедушкин диван. На кресле спит музыка. К комоде бабушка хранит свои секреты. Это спальня мама и папы. Это детская мебель младшей сестры. А это обидный стол, за которым мы все собирались. Магазины мебель для вас на Майковского и Ленина. Лучшие экземпляры, корпусные и мягкой мебели для всей семьи. Подарки каждому покупателю. Не для меня придет весна. Не для меня дун разольется. Задонье. Остров, будущее которой поверил Петр I. В пятницу, 22 марта, смотрите фильм «Ковчег Петра». В 19.45 на пятом телеканале «Курс». Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу. Мы здесь пока вы смотрели рекламу, а мы тут спорили. Я думаю, у нас сегодня живой эфир, и слава Богу. Давайте звонок примем еще один. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я житель города Азова. Также пенсионер, работал на Умзе. Моя точка зрения, нужно восстанавливать храм. И поэтому, значит, точек зрения много. Это наша история. Как мы можем относиться к истории? Я призываю жителей Азова помочь в восстановлении храма. Нужно уважать свою историю. Что это разговор такой? Вы азовчанин? Конечно. Коренной? Нет. Нет. Вот видите как. А я тут уже начинаю такую линию проводить, что люди, у кого там кто где похоронен. Конечно. Похоронены там люди. Как это так все относится к нашему прошлому так? Ну вот хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к идее проведения референдума? Ну мне кажется, нужно провести референдум, конечно. Ну большинство будет против, я думаю так. Я думаю так же. Потому что верующих, потому что это вопрос, который нельзя, строго запрещено решать именно вот референдумскими способами референдума. Очень много богоборцев, так они остались богоборцами. Понимаете как? В том-то и дело. Вот, богоборцы, все. Это не только сектанты, но еще и бывшие большевики. Что это нельзя, здесь не так нельзя, вот это нельзя. Любой путь найти, любое слово найти, лишь бы только не делать. Понимаете? Не восстанавливать. Свою историю. Забыли свою историю. Своих отцов, дедов забыли. Ну вот так, вот так, понимаете как. И при этом они сейчас прячутся и от нас, и от людей, и от Господа тоже похоже. Ну вот я, я, кроме как своей точки зрения, больше ничем помочь не могу, моя точка зрения. Спасибо. Ну разве так можно? Я просто не понимаю. Спасибо. Ну люди, они, ну кому-то не нужны, кому-то нужны, люди так можно рассуждать вообще. Правильно, правильно. Так, извините, спасибо. Так рассуждать нельзя. Нельзя решать вопрос подневольный, голосованием подневольной массы. Нельзя решать вопросы голосованием равнодушной массы. Нельзя решать вопросы вообще какими-то референдумами. Вот такой вопрос нельзя решать. Потому что этот вопрос касается меньшинства. Демократические институты обязаны защищать меньшинство. Именно поэтому мы и живы. Если бы этого не было, то давно уже толпа ела бы нас по одному. Давайте сегодня этого съедим. Вот Василия Яковлевича. Давайте сегодня съедим. Вкусный он, наверное. Хоть и староватый. А завтра Настю нашего редактора. Она молодая и вкусная, наверное. Потому что она требует мне опять звонок принимать. И так бы это и было. И так бы мы и были. И ели бы друг друга потихоньку. Потому что большинство всегда было бы за. Что лишь бы не меня. Увы, к сожалению, вот для этого отвыкли мы. Отвыкли мы решать вопросы демократические. Небольшой период, когда была демократия. Когда честно голосовали. Когда нам депутатов выбирали мы, а не нам их назначали, как сейчас. Наши сами знаете какие. И в Азове тоже выборы. Азов уж прославился. Дальше некуда. Поэтому речь идет о том, что здесь. Ну как здесь. Ну трудно. Вот хотел сказать сейчас. Городская дума должна подумать. Да не будет думать городская дума, потому что всеркнулись мнения двух больших начальников. Они сейчас их. Они как хомячки. Их сейчас хоть разорвись. Один говорит надо. А другой говорит не надо. А им нужно слушаться и того и другого. И пока они были заединщики. Так еще слава богу. А сейчас хоть разорвись. Потому что они не депутаты у нас. И дума наша городская. К сожалению. Безвольный некий механизм. Что вы скажете господа. По поводу референдума. И как решить. Лично мое мнение. Мы собрались здесь. Чтобы услышать мнение всех присутствующих. Я. Мы уже говорили сегодня с товарищем. Что референдум нужен. Сделать в ДК. Не писать нам это. Вы высупите или кто. Нет. Ну есть порядок проведения. Порядок проведения есть. И поставить два ящика. Это те же выборы. Вот проходишь. Белое суда. Зеленое суда. И посчитать. Чтобы не писать эту волокиту. Каждый сейчас могли принести вам суда в пульс. Вот вы знаете. Вы знаете. Что в этом. В этом варианте. К сожалению. Противники проиграют. Вот. То. Как вы говорите. Референдум. Это опрос. Это не референдум. Референдум проводится как выборы. Ну выборы. Это долгая песня. Это все. Вот. Кинул листок. И пошел дальше. Опрос. Это опрос. Он не имеет закон. Я поэтому и говорю. Это надо. Если так. То приобщить. Каким-то выбором. А те. Кто требует референдума. Те понимают. Что во первых. А это дорого. Но они идут на эти. Они готовы потратить наши деньги. Народные. Деньги. Которые соизмеримы со стоимостью храма. Только на то. Чтобы победить. Доказать свою правоту. Я вот не хотел храма. И нет его. И все. А сколько там крови жертв. Сколько людей похерено. Как похерено память. Извините. Наших предков. Это ему уже без разницы. Ваше отношение. Валерий Яковлевич. К референдуму. И к. Ваше. Ваше мнение. Как надо решать этот вопрос. Ну если все правильно. По правилам. То нужно. Если так. Такой общественный резонанс. В городе Азове. По строительству храма. Это надо изучить. Еще дополнительно. То надо вынести на очередных выборах. Выборах. И провести. Голосование по этому вопросу. Кто за. Получится автоматически. Потому что следующие выборы. Будут выборы. Городской думы и мэра. И тут собственно позиция. Если мэр обозначит свою позицию. За храм. Он или против. Вот и выборы. Вот вам референдумы. Ну а какие. А какие другие механизмы. Ну какие другие. Нельзя решать. Вот скажите. В нашем положении. Вот они подписались. Вот я говорю. Вот я работаю на ОМЗ. И тишина. И молчит. Вот и. Вот она подписалась. Дала списки. 400 списков. А потом я другой начальник пригрозил. Она уже молчит. То есть Надежда Викторовна. Ну понятно. Понятно. Ну как это делается. Понятно. Потому что. Потому что. Там. Там. У меня. Они. Большинство запуганы. Понимаете. И сюда не идут. Вот пришли. 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 Что-нибудь сказали. Коммунисты только. Не только. По общественно значенным проблемам. Да по всем. Они запуганы. Большинство. Валерий. Вот скажите. Как вы считаете. Можно ли решать референдумом. Ну например. Такой вопрос. Вот там. Нам под каждые выборы. Обещают новый МОЗ построить. Через Азовку. Это считается. Пять лет уже обещалки. Ну под каждые выборы. Мы строим МОЗ. А потом как-то забываем. И сейчас опять вроде тема пошла. Выборы видно скоро. Я уже тогда. Как только начинают говорить о МОЗе. Представьте себе. Если мы сейчас поставим на референдум вопрос перед Азовчанами. Мы давайте строить новый МОЗ. Или каждому дадим по тысяче рублей. Что получится? МОЗа не получится. Нет. Не получится. И так по любому вопросу. Мы знаем точно. Что есть вопросы. Которые нельзя решать референдумом. Нельзя просто. Ну хорошо. Дальше. Мы как бы с вами приходим. Так что же делать? Вот есть мысли. Которые многие предлагают. Давайте все же обсудим это с профессионалами. С архитекторами. С историками. Ну вы же уже беседовали с Фоменко. Насколько я смотрел. Это один. Это один только. А где их набрать этих? Собрать с Ростова? Из Ростова. Из других городов. Фоменко ездит у нас. В Ростове памятники восстанавливает. Церкви строит. А в Краснодаре памятники Екатерине ставил. И тогда он очень интересный архитектор. У него там есть еще люди. Которые понимают. Ну наверное не один архитектор у нас. Хорошо. Алексей Михайлович. Вот они решат что. Будет портить вид города. Решили. Вот эти. Решат. Предположим. А дальше что? Ваше мнение. Что делать? А дальше городская дума должна рассмотреть этот вопрос. А дальше я считаю что нам надо добиться распуска нашей городской думы. Избрать новую. По честному. Новую городскую думу. Где будут депутаты нормальные от народа. И так далее. И после этого вынести вопрос. И по честному. Вы думаете новая дума. Все за один. Как один. Поднимут руки. Будем строить. Не знаю. Не знаю. Тогда это будет решение людей. Депутатов от народа. Вынесенное на основании рекомендаций экспертов. То есть профессионалов. Историков и архитекторов. У нас еще один звонок. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю вас хорошо. Очень уважаю. Спасибо. Господин Склинов. Ну мы живем в центре. И мы не хотим чтобы в центре на бульваре была церковь. Это должно решать не референдум. Не дума. Никто. Это должен решать народ. Только народ. Каким способом? Ну каким способом? Это надо подумать. Ну вот я завтра. Давайте так. Давайте так. Такой способ предлагаю. Как будет решать народ. Я завтра. Я завтра возьму лопату и пойду туда копать. Фундамент откапывает старый. А народ что сделает? Народ придет. Меня побьет. А рядом со мной станут другие защитники. А народ и побьет. И все что угодно может сделать. Вы считаете это будет хороший способ? Да нет. Не желательно. Меня придут защищать. Вот у меня здесь ребята есть. Еще там сторонники. Да нет. Ну это не желательно. Ну а как решать? У нас есть механизмы. Ну давайте вот собрали 400 подписей. Давайте еще будем собирать. Вот центр поднимем. Бульвар поднимем людей. Мы живем вот так. Вот. Вот. Равнодушненькие вы наши. Просыпайтесь. Когда вас самих лично касается. Когда толпа, когда извините стая решила. Давайте их съедим. И вот тут они и проснулись. А народ нам нужен. А что ж вы спите на выборах? А что ж вы никто ничего не говорил. Мы только все узнали. Мы живем на бульваре. На бульваре вы живете. Скажите в какой части? Ставьте. В центре бульвара. Ставьте в церковь. На окраине города. А скажите мне пожалуйста. Вот на бульваре там за домом быта стройка развернулась. Вы там не протестуете? Нет. Не мешает? Там нормально. Я туда не хожу. А вы туда не ходите. А решение там также принято. Килейна и нас не спрашивали. Ни с кем не обсуждали. Я услышала по теме. А рядом с новой гостиницей. В любом случае архитектуру ломать не нужно. И вот видите как. Вот видите как. Вот с одной стороны у нас сторонники, что нельзя ломать архитектуру. А с другой стороны, а это можно. Маленький, очень маленький, четыре церкви. Очень достаточно, чтобы... А вот вы знаете, вы знаете, все, спасибо вам. Вы знаете, я связывался по этому вопросу буквально на днях с Виталием Мироновичем Певнивым. Он сказал, а что ты вам? Для церкви есть прекрасное место. Вот то пятно, которое между гостиницей и чайкой. Рядышком, где стоянка. Отличное место для церкви. Стоянка там. Там стоянка, но там уже проехали. Там уже строится опять же. Как он решался этот вопрос? Кто назначил это место? Кто его кому отдал? Но там уже что-то начинают строить, копают. Вы не узнавали по своей журналистической деятельности, что там такое? Ну я вижу, что-то копают. А что еще пока не знаю. А может. Ну потому что вопросы эти решаются без вас. Без нас, без народа, без нее. Вот этой женщины, которая сейчас... А она поняла, что возле ее дома что-то там хотят сделать. Наверное, нужно... А стая решила, мы тебя съедим. Это стайный вопрос. А сейчас у нас решает как бы вот некий там вождь. Он сказал, что будем строить, будем. Договорились. И что-то начинают. Алексей Михайлович, можно вопрос задать лично вам. Вот чья идея была вот восстановление храма? Вот кто-то же первый встал, певни встал, или вы, или Иванович. Это была идея Фоменко и Маян. Мы вдвоем начали об этом говорить еще в 92-м, по-моему, году. Потому что памятью в городе я занимаюсь, и он занимается. Мы занимались всегда сохранением памяти и истории города. И всего, что с этим связано. Мы тогда об этом говорили. У нас есть программа 93-го года. Потом в 98-м году, я скажу так, мы подпольно, тайно, тайно поставили вот тот камень. Потому что возникла реальность. Ночью, говорят, ставили. Ночью мы ставили. Ну, не ночью, мы его ставили нормально. Но он лежал, этот камень, на задворках. Причем, что символично, этот камень остался от строительства Ленина. Это кусочек Ленина. На визу давайте напишем. Повезло вам. Заберете. Ну, дело в том, что в бюджете города находится 50 тысяч рублей, чтобы подвозить элементарный ремонт. А вот здесь, извините, а почему в бюджете? Я против. Так федеральные. Почему мы храм не должны строить за счет бюджета? Так это. Да такая же вера. На федеральном учить. Да потому что нужно... Они верят в Бога, а другие в Ленина. Вести бюджет. А они не хотят. Зачем бюджет? Бюджет города, вести ремонт. Вот смотрите, безбожно как-то вы поступаете с вашим Лениным. Почему Ленина в бюджет, а храм не в бюджет? Ну, там по стоимости, вероятно, идет вопрос. Это государственный федеральный памятник. Государственный. Вы знаете, что Ленин стоил наверняка больше, чем любой храм. Ну, не знаю. У них сил не хватало и средств, и желания доломать храмы. Они их ломали так, знаете, слизывали, как могли. А вот на Ленина они не жалели. Уж сколько там на него? Ну, такая была обстановка. Такой режим был. Давайте звонок послушаем, и мы будем итожить. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Я хотела сказать, что я за строительство храма. И хотела сказать, что если мы сегодня не построим там храм православный, завтра там построят мечеть. Люди, которые там живут, никогда не задумывались. И я вам скажу, как это будет происходить. Появится некая инициативная группа, которая скажет, 300 лет назад на этом месте стояла мечеть. Здесь жили наши предки и прадеды турки. И влепят ее туда. И всех, кто будет не согласны, тому могут что-нибудь отрезать. Вот, 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 вот. Пусть они подумают, те, кто там живет. Спасибо вам. Спасибо большое. Да, вот так. И такая мысль есть. 300 лет назад пришли наши казаки. Да, в наше время все сейчас может быть. И царь Петр отбил у турков эту землю. Инициативная группа соберется восстановить турецко-османское иго. Ну. Давайте будем мы вот это вот будем обсуждать по телевидению. А мы, извините, на территории России находимся. Или, например. Мы должны восстановить историческую справедливость. Да давайте вернемся к крепостному праву. Тогда это будет историческое справедливость. Давайте к Сталину вернемся. 150 лет назад. А давайте к Сталину вернемся. А вы сделаете опрос, имеется в виду. И посмотрите. Да не надо, ребята, этим заниматься. Валер, обожди, дорогой. Мы ушли от того вопроса, зачем мы сюда пришли. Мы в Сталина начали, Ленина, Османскую. Понять, как нам разрешить этот вопрос, чтобы не допустить раскола. Вы противники строительства храма. Не противники. Не в таких размерах. Я же вам сказал в начале передачи. Я не хочу. Давайте туда сделаем именно долг. То есть вы отдадим. На этом месте маленькую три на три сделаем с куполом. То есть вы за то, чтобы все же храм восстановить. Только в каком виде нужно обсуждать. Да. Обсуждать с профессионалами. Там пусть меценатов, деньги, добровольцы. Там не все. Одно мнение у нас появилось. Валерий Яковлевич. Ваше мнение. Ну пусть имеется в виду люди, которые хотят восстановить. Пусть собирают. Установят камень. Памятный знак. Что здесь было. Было. Или вы перенесете этот памятный знак. Что это было у нас церковный собак. Сейчас там стоит, Валерий. Он стоит этот камень. Не написано, что в 32 году сломали его. Может только на этом можно и... С нашими садиками. Мое мнение такое, если уж так. Чтобы разрешить этот спор, понимаешь, который за, против. Вот мне такое мнение. Все. Да, да. Все. Разорвало. Нас как хомячков разорвало. Ну что ж. Чтобы не было никому обидно. Убедительной аргументации против. Кроме того, что да, есть новая концепция архитектурного облика города. Которая предполагает вот этот вот сквозной, так сказать, проход. И храм туда не впишется. Это опять же, я констатирую, что это попытка вторгнуться в... Сферу профессиональную, к архитекторам. Считаю, что этот вопрос должен решаться эскизами, проектами, макетом и потом всенародным обсуждением. Вот потом сделать, как у людей, когда принимается некая концепция, разрабатываются варианты. И варианты выдаются людям, какой из них вам нравится. На одном будет вот такой, на другом вот такой. И мы тогда уже посмотрим, а что нам нравится. Действительно, в конечном итоге все делается для людей. И должно как-то нравиться людям. Но люди не должны решать, как правильно. Посмотрите, как строится наш город. Какими только уродливыми домами мы не застраиваем наш Азов. Частные дома, которые строят по своим... Я сам себе архитектор. Вы знаете, да, у нас есть такой принцип. И на татуар 2 метра выпрет. Да то уже хамство. И все, и в порядке вещей. И построит уродца какого-нибудь. Вот, то есть, как бы, вот мы хотим сделать это из нашего города. У нас много таких охотников, которые сами себе архитекторы. К сожалению. Увы. Так, второй аргумент. Деньги. Что да, вот деньги откуда там и все такое. Бюджет никто не трогает. Бюджет никто не собирается трогать. И не будет. И я лично первым уйду из попечительского совета. И расскажу об этом всем. Если там появится такая попытка. Попытаться сделать это. Это богоугодное дело за счет народа. Увы, нельзя. Вот Ленина восстановить за счет народа нормально. Вот Валерий Яковлевич как бы требует. А я считаю, что веру надо восстанавливать верующими. За их пожертвования и все такое. Ну, в общем, это второй вопрос. Который как бы тоже достаточно понятен и очевиден. Никто не собирается расходовать деньги. Города и в этом смысле как раз надо рассматривать граждан, которые хотят построить храм, как группу большую. На мой взгляд, это не меньше четверти, наверное, а то и третье населения города. Людей, которые хотят восстановить этот храм. Дело в том, что... Трудно сформулировать. Расходы на этот храм будут нести именно жертвователи, именно граждане. Именно для себя, чтобы его построить. Мы же не говорим о том, что вот, например, строительство обещанного нам тоже несколько раз к выборам ледового дворца будет идти за счет бюджета. Городского, областного, неважно какого. Но за счет наших народных денег. Я на коньках не катаюсь. Вы катаетесь, Валерий Ильич? Откатались вы? В молодости катаются. И на Азовке. И на лыжах. Вот сейчас, да. Нужен вам ледовый дворец или нет? Если так посчитать, то тогда будет ходить 100, 200, 300 человек. Но мы, тем не менее, принимаем решение, что он нужен. И что мы должны потратить народные, городские деньги на его строительство. В ГДК я не был... Ну это... В ГДК я не был 100 лет. Приятно кататься на коньках. Но это дорогое удовольствие. Содержать такой... Очень дорогой удовольствие. А ваше время? А нас не спрашивают опять. Ну дело в том, что инициатор того, Виктор Петрович Водолазкин. Он же... Ну не знаю. Я не знаю, кто... Мне как бы все равно, кто инициатор. Водолазкин, вы спросите его. И он же информировал Азовчан. Вот-вот будем закладывать. Ну стадион-то сделали. Стадион Красавица. Нет, ну... Ну это ж нужно дело. Но там был меценат. И кстати, кто-то я сегодня услышал про парк. Я прошел вчера по парку. Дейбол, год не был. А мне понравилось. На Петровский бульвар, вот у нас нет денег. Петровский бульвар разрушен, загажен. Выглядит неважно. Чистенько, но неважно. А парк частникам так продвигается потихонечку. Хотя там, конечно, разруха еще изрядная. То есть мы приходим. И к вопросу о том, как решать этот вопрос, мы так и не пришли к единому мнению. Все же, наверное, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что и наш город, и вся страна в глубоком политическом кризисе. Нет механизмов принятия решений у нас в городе. Их тоже нет. Демократических механизмов принятия таких решений. Их нет. Их уничтожили за последние вот несколько лет, или там полтора десятилетия. Их уничтожили на корню. Потому что нас приучили, что не ваше дело, сидите, молчите. Вот на выборы пойдете, там вам скажут, как проголосовать. А не проголосуйте, то и мы за вас это порешаем, как это сделали не так давно. И там будет все решаться без вас. Вот теперь мы пожинаем плоды. Теперь мы получаем некие расколы. Вот теперь мы получаем... У нас есть одна... Вот вы сидите здесь КПРФ, вас подвинули и поставили новую, как по Черномырдину. Что не строим, все КПСС получилось. Единая Россия. Через пару недель и ее подвинут уже там 28 числа. Я не понял вот эту фразу. Это вы настроены пессимистически. Мы стояли и будем стоять. Понимаете? У вас отняли руководящую и направляющую роль. Нет, ну надо знать. Отняли. Вам надо знать. И пытались построить демократию, а построили опять такую же партию, как ваша. Мне надо знать. Я знаю, я жил в том дерьме, извините. И в этом теперь. Ну нельзя тут так говорить. Да мне можно, я имею право. Я не был коммунистом, и поэтому я не мог сделать карьеры. Я в адрес Виктора Петровича мог бы сказать водолазка, но я... Вам никто не затыкает рот. Если вы знаете, что говорите, то пожалуйста. Я говорю, что я жил в дерьмовом обществе при коммунистах, потому что я не был коммунистом. Был противник. У меня была своя позиция, свое мнение. Именно поэтому я не мог сделать ни карьеры, ни карьерного роста, ни каких-то благ. Я в санатории ни разу не был за счет завода. Мне путевку не давали, потому что я не был активным коммунистом. Алексей Михайлович, вот Виктор Константинович, я не был коммунистом в советское время. Он знает. Поздравляю. А сейчас вступили? Я вступил в 96-м году, да. Я не был коммунистом. Он знает прекрасно. Ясно. Но ты был специалистом. Ну ладно, ладно. Не надо. Хорошо, пока вы тут поспорите, мы послушаем еще одного участника нашей программы. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Михайлович, здравствуйте. Это товарищ, который там сидят. Чемоченька, я по состоянию здоровья делаю. Вы по состоянию здоровья не смогли принять? Ну и не надо звонить. Чего? Лежите, болейте. Дайте пару слов. А вот восстановить храм, восстановить храм, это тогда что-то от него осталось. Это у Голова, как говорил Владимир Тихонович, прекрасный стоит храм, клуба. Ну, чтобы вы не рассуждали долго, от него осталось. Там фундаменты и цокольный этаж на месте. Там фундамент, который был раньше. Да. Это будет новодел. Это все равно же сделает аналог шапки Мономахи, он будет стоить столько, сколько стоит. А шапка Мономаха будет во много раз больше стоит. Вот это то же самое мы пытаемся повторить и здесь. Опять же, сколько стоит, какое вам дело, если вы не собираетесь на него жертвовать? Вы собираетесь на него жертвовать? Я не настолько нарешил, чтобы жертвовать на храмы. Так, ясно, не собираетесь. Какая вам разница, сколько он будет стоить? Мне разница в том, что общество и город идет вперед, идет в будущее. И не надо возвращаться к старому. Давайте возвратим старую Азовскую крепость и все еще. Да, давайте, давайте возродим, давайте сделаем город Азов, исторический город с центром туризма, чтобы сюда люди приезжали, любовались на эти руины, на все дела и вспоминали, и ценили свою историю, чтобы сюда приводили детей и патриотическое воспитание, о котором все говорят и никто не делает, воруют непрерывно. Тоже было, ну ладно. Давайте снесем порт и восстановим Азов в районе порта. Чего вы взяли все на церковь, Навальный? И судоверфь надо снести, кстати. И судоверфь надо снести. Давно пора уже. Мы зациклили только на церквях, правильно говорят, люди, хватит церквей. Давайте, давайте, значит, вы хотите предложить, давайте снесем судоверфь. Собирайте фонд поддержки сноса судоверфи, начинайте агитацию, собирайте деньги и вперед. Владимир Тихонович, снесем тежловерфи, вернуть там в облик. Но это не только, его это была старая история, для нее уже выделили при большевиках место, но не успели. Я не собираюсь. Поэтому, пожалуйста, кто же вам мешает, делайте, делайте. Здесь собрались несколько тысяч азовчан, которые хотят восстановить свой храм, свое место. Вы хотите восстановиться, доверь, вперед вам, флаг в руки, начинайте. Я вас поддержу всеми силами и денег даже своих там 3 рубля дам. Остальное на храм. Спасибо. До свидания. Ну что, дорогие друзья, давайте мы на этом и тоже, поскольку, как видим, мы ни к чему пока не можем. Не пришли. В резюме никакого нет. Ну мы поговорили, понимаете. Мы поговорили и мы видим, что мы пожинаем плоды того, что мы сделали с нашей страной, с нашим политическим устройством за последние десятилетия. Увы, дорогие друзья, пока так. На этом мы прощаемся с вами. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok